Сегодняшняя тема у нас преобразование фурьер. Ну и значит, сегодняшнюю лекцию, семинар, мы поделим на три части. Первая из них будет про дельта-функцию, вторая часть будет касаться ряда фурьер, а третья уже непосредственно как континуальный предел ряда фурьер, преобразование фурьер. Значит, ну и начнем вот с нашей первой части. И тут немножко философия. Ну на самом деле, вот вы привыкли относиться к тому, что у вас есть некоторое тело, и в нем задана плотность массы. Но на самом деле мы с вами все понимаем, что это математическая абстракция. Никакие реальные приборы, никакую плотность массы измерить не могут. У вас существуют весы. Вы берете на них, кладете предметы, они вам просто выдают массу этого предмета, но распределение массы вы никогда не знаете. Вы всегда можете отрезать маленькую часть от своего предмета и посмотреть, чему равна масса этой маленькой части, и сказать, что в какой-то момент уже эта масса будет однородной. И тогда я могу сказать, что плотность массы – это просто масса частицы делить на объем. Вот. Значит, идея того, что я сейчас сказал, заключается в том, что на самом деле мы всегда смотрим на мир, как весы смотрят на любое тело. Мы смотрим на него интегрально. Мы воспринимаем не саму функцию, которая – это распределение массы, а полную массу некоторого объекта. С этой же точки зрения смотрят на функции так называемой теории обобщенных функций в математике. Она говорит, что на самом деле функцию можно задавать не поточечно, не в каждой точке давать ей свое значение, а задавать ее с помощью некоторого измерителя. Вот. И в частности, таким измерителем может быть интеграл. То есть измерителем выбирается некоторая функция psi от r. Любая какая-то функция наперед-заданная – это прибор. Прибор. А все, что вы получаете на выход после того, как получили некоторое тело с распределением массы ро, это интеграл вида ро от r, psi от r, dv. Вот. Ну, в частности, если это была масса, то прибор просто берет и выдает вам ро от r, dv. Правильно? Просто полную массу вашего объекта. Прибор можно улучшать и брать psi в виде некоторого узкого столбика. Ну и тогда вот этот вот интеграл будет примерно ρ в точке ρ0. Собственно, с этой же точки зрения можно смотреть и на дельта функции. Представьте себе, вот вы в школе постоянно говорили о том, что есть некоторый точечный заряд. А что значит точечный? Вообще точечный заряд с точки зрения математики – это означает, что его объем равен нулю. Ну, а как у него тогда может быть заряд? Ведь полный заряд – это интеграл плотности заряда ρ от r, dv. Ну, раз объем точки 0, то это же просто 0. На самом деле мы с вами понимаем, что точечный заряд – это на самом деле точечный с нашего вот такого большого видения, с наших макроскопических масштабов. На самом деле у заряда существует область, ну, где он как-то распределен характерного размера А. Но этот размер А отличается тем, что он много меньше любой величины нашей задачи. Вот я тут пишу не 2, не 2 стрелочки, а 3. Как это часто говорят, он меньше всего на свете. Любой параметр, который вы возьмете, размер стола, моей ручки, меня, бейджика, неважно. Масштаб вот этого заряда, например, размера электрона, много меньше любого из них. Тогда мы понимаем, что на самом деле его объем конечен. Но просто функция роатер, ну, давайте для простоты, ну, неважно. Она в окрестности, там, где находится заряд, просто очень большая. Это узкий, но высокий пик. Понятно, да? Поэтому, значит, скажем, что для плотности точечного заряда есть два свойства. Первое, его масштаб А много меньше любого, любой масштаб нашей задачи. Ну, а второе свойство, что, ну, раз точечный заряд имеет заряд Q, то Q тождественно равен интегралу по всему объему, PR3, роатер, DR. Например, давайте переместимся в одномерие, просто имея в виду, что в одномерии тоже может быть, например, какая-нибудь погонная плотность заряда, но обладающая теми же свойствами. Значит, 1D. Значит, запишем. У нас есть некоторое распределение, у которого есть размер, роатер X имеет размер А. Интеграл, роат X, DX от минус бесконечности до плюс бесконечности равен 1. Тогда давайте вычислим такую штуку, как интеграл роат X с некоторой функцией F от X, DX от минус бесконечности до плюс бесконечности, где у F от X масштаб L много больше А. Ну, опыт второго семинара вам подсказывает, что раз ро умирает очень быстро на маленьком, сверхмаленьком масштабе А, можно считать толщиной в один атом, тогда интеграл определяется малой окрестностью этого параметра А, и я выберу некоторый промежуточный масштаб С, который, как обычно, много больше А, но много меньше L. Ну, и возьму просто и скажу, что наш интеграл — это приближенный интеграл от минус C до C, роат X. А F от X на таком масштабе чему равно? А? Да нет, в главном приближении. Просто, да, это F от нуля. Верно же? Ну, я сказал, что мой заряд, я извиняюсь, сосредоточен в нуле координат. Правильно? Это просто F от нуля, потому что, ну, функция еще поменяться не успела, я считаю, что она непрерывна. Ну, а тогда это примерно F от нуля интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, роат X, DX. От минус C до C, но поскольку ро живет на масштабе А, а масштаб С я выбрал исходно таким, что С много больше А, интеграл от минус C до C, роат X до X, это примерно то же самое, что от минус бесконечности до плюс бесконечности. Понятно? Юра? Ну, еще раз. Был маленький масштаб А, толщиной в один атом. Был масштаб L, толщиной в мою руку. И был масштаб С, размером с клетку моего организма. На масштабе клетки интеграл роат X до X сошелся, он один. А на масштабе моей, на масштабе этой же самой клетки функция, которая живет вот на таком масштабе, ну, она сильно поменяла? Нет, не сильно. Поэтому такое приближение в главном порядке, по крайней мере, верное. Это F от нуля. Но вот тут какие-то такие приближенные равенства написаны. А давайте потребуем, вот я хочу функцию. Функцию. Роат X такую, чтобы вот это тождество выполнялось всегда, для любой F. Что функция, проинтегрированная с ро, всегда возвращала в качестве своего ответа значение F в нуле. Такая функция называется дельта-функцией. Дельта от X. И, к большому сожалению, нормальной реализации дельта-функции в виде настоящей функции не бывает математически. Есть строгая теорема, которая говорит, что такой функции нет. Есть дурацкое определение достаточно следующего вида, что дельта от X это бесконечность точки X равной 0 и 0 точки X не равной 0. Оно графически, конечно, совпадает с настоящей дельта-функцией, но нужно понимать, что ни в какой реальной задаче вот такое определение не применишь. Однако, к дельта-функции можно стремиться. Что для этого нужно потребовать? Значит, первое. Вам нужна некоторая функция, интеграл от которой, значит, вам нужна некоторая функция, которая зависит от X и некоторого параметра A, ширины этой функции. Вы должны потребовать, первое, чтобы интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, ρA от X dx равнялся единице. Это единичная площадь. А второе. Вы должны начать уменьшать этот масштаб A, стремить его к нулю. Тогда я утверждаю, что повторяю цепочку этих рассуждений, переходя к пределу A, стремиться к нулю каждый раз. То есть вы получаете в качестве E от A некоторый интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, ρA от X, F от X dx. И вот эта штука при A стремиться к нулю будет стремиться к F от нуля. В этом смысле функции ρA от X стремятся к бельта функции. И называется это слабый предел. Мы не будем сегодня особо зацикливаться на обоснованиях всех формул. Но что я хочу действительно вам сказать, что о дельта функции в реальной задаче нужно думать следующим образом. Вы будете часто встречать дельта функцию как потенциал в квантовой механике. Вы будете встречать дельта функцию, стоящую справа в дифференциальном уравнении. В качестве дельта функции у вас будут какие-то распределения вероятности. Вы будете каждый раз думать, что это бесконечность, а бесконечность это некорректно, это очень плохо. На самом деле от дельта функции следует думать так. Это некоторая узкая, но очень высокая функция каждый раз. Вычислять задачу, считая, что это функция, но она конечная, но просто очень высокая. Писать вот такие выражения, а потом брать предел, когда размер этой вашей функции стремится к нулю. Типичными представителями дельта функции являются следующие ребята. Значит, давайте я их буду обзывать ρ1. Значит, самая простейшая реализация дельта функции, которую можно придумать, это столбик. Высокий столбик, который живет на масштабе от минус а пополам до а пополам, и высоты 1 на а. Можно взять его поуже. Пожалуйста. Вот одна из реализаций дельта функции. А стремите к нулю, площадь уменьшается, пик становится все реже и реже. А я сказал? Ой, площадь константа равна единице, а пик становится уже и уже. Значит, ρ2 от х. Лоренциан. Единица на π. А делить на х квадрат плюс а квадрат. Это высокий колокольчик. Но медленно убывающий. ρ2 от х. А это ρ1 от х. Интеграл полный, это арктангенс. Я безразмеренный, 1 на а. А арктангенс в бесконечных пределах дает π, поэтому площадь тоже 1. А значение в нуле при х, равном нулю, это единица на π. А тоже высокая штука. И при а стремиться к нулю, превращается в дельта функцию. ρ от х, превращается в дельта функцию. Следующий представитель. Гаусс. ρ3 от х. Значит, я напишу не обычное, нормальное распределение, а немножко покороче. Вот так вот экспонента. От минус х квадрат на а в квадрате. Ну, вот Гаусс затухает очень резко. Это очень резко. Это прям выраженная дельта функция. Гаусс. Ну, еще один частый представитель. Это ρ4 от х. Это, значит, единица на π. Вот то, что мы писали в интеграле Дерихле. Вот такой вот синус. Это тоже дельта функция. И на самом деле, если вы помните наш второй семинар, каждый из вас, когда мы брали какой-то малый параметр, вы все время заменяли все остальные функции на их значение в нуле и считали интеграл либо от колокола, либо от Гаусса экспонентом. В качестве еще одного варианта экспонента, это может быть экспонента минус модуль х на а. Ну, и тут какой-то коэффициент, я не помню. Вот. Либо вот такой синус. Самая первая задача. Вы каждый раз говорили, что интеграл набирается на малом масштабе, а остальная функция, но она еще не успела поменяться. Вот. Это ровно проявление свойства так называемой дельтообразности последовательности. Вот такая последовательность, ρа, называется дельтообразной, потому что при а стремиться к нулю, она вырождается в дельта функции. Вот. Значит, для приверед могу сказать следующее, что дельта функции в математике называется линейный непрерывный функционал, вот, который действует на пространстве бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем, живущих так называемым d от r и возвращающих в качестве значения функций ее значение в нуле. Вот. Но с таким определением очень тяжело жить и развивать аппарат, по крайней мере, такой, который будет сегодня. Ну и, соответственно, все, что я хотел сделать в этой части, то на самом деле перечислить вам свойства дельта функции, чтобы вы знали, как с ней обращаться. Бесконечно дифференцируем. Да. Ну, для весов, смотрите, psi просто равно 1, правильно? Весы просто измеряют полную массу системы. Но вот, например, какой-нибудь вольтметр с очень большими проводами, там ведь непонятно, как ток будет распределен, правильно? Внутри, в сечении этого провода. Или какой-нибудь туннельный микроскоп. Вы же не знаете, какую окрестность точки он захватил, чтобы мерить туннельные характеристики некоторой поверхности металла и так далее. Туннельный микроскоп, по идее, должен мерить все очень точно, то есть буквально значение сопротивления в точке, например. А он берет некоторую ее окрестность. Вот psi от r — это вот реализация примерно какая-то. Заведомо неизвестная. Факт в том, что перебирая различные psi, вот эти функции, вот их можно взять в континуальное число, вот ими можно, вот зная, какие интегралы они дают, можно задать функцию. Правильно? Да, ну то есть с помощью каждой psi, которую мы вот возьмем, вот от балды придумаем, кучу всяких псей, они нам будут кучу всяких интегралов. И вот по этим интегралам можно каким-то образом слепить саму функцию. Ну в частности, можно брать в качестве psi те же самые пики, правильно? Очень узкие пики. И они будут примерно в окрестности выдавать значение функции. Верно? Нет, если psi взять широкую, то она выдаст полный интеграл, полную массу. А если вы хотите знать массу в какой-то точке, то есть плотность массы, то надо брать наоборот psi поуже. Условно говоря, вырезать область и ставить на весы. Так. Это была просто присказка к тому, что на самом деле о функции можно думать как о том, что мы воспринимаем интегрально. Амперметр меряет полный ток, весы измеряют вес соответственно какого-то тела и так далее. Вот наши глаза, они тоже воспринимают электромагнитные волны вот все скопом сразу. так, значит, ну и давайте ага, значит, давайте запишем свойства дельта функции. Ну, значит, свойство номер один. Давайте посмотрим на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности дельта от x минус x0 f от x dx. Ну, если я вместо дельта функции возьму любой элемент дельтаобразной последовательности, нам же с вами очевидно, что можно сделать просто сдвижку x на x0 и записать, что здесь просто стоит интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. дельта, значит, от x, а здесь будет стоять f от x плюс x0 dx. Правильно? Ну, просто замена переменных. Соответственно, возвращаем значение функции нуля. f от нуля это f от x0. f от x0. Понятно? Все просто. Свойство номер два. Что будет, если я увеличу аргумент дельта функции в некоторое число альфа раз? И буду считать альфа больше нуля. Ну, по своему смыслу, любая функция, если ее аргумент увеличить альфа раз, просто в альфа раз ужимается. Правильно? Вот в терминах столбика понятно, что это останется какая-то дельта функция. Но чем она будет отличаться от вот обычной дельта функции? У нее площадь будет в альфа раз меньше. Правильно? И это легко продемонстрировать. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности дельта альфа от x dx. Опять. Делаю замену переменных. Беру любой элемент дельтаобразной последовательности. Для него замена переменных работает. Альфа x равно t. Вот это отмножаю и делю на альфа. Получаю 1 на альфа. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности дельта от t dt. 1 на альфа. Ну а следовательно дельта от альфа t равняется единице на альфа дельта от t. Ну и здесь а что будет если альфа меньше нуля? отрицательная? А вот тут то, чем я вас ловил на всех на втором занятии это то, что когда вы заменяете пределы когда вы делаете замену переменных вы еще должны следить куда переходят пределы. И когда альфа отрицательный здесь все то же самое только верхний предел во что переходит когда альфа отрицательный? Минус бесконечность а здесь плюс бесконечность. Это такая вот ловушка которую можно совершать если иметь дело с пределами которые не меняются от замен это минус 1 на альфа дельта от t. Ну а общий ответ тогда очевиден единица на модуль альфа дельта от t. Ну и поскольку от того, что я знак альфы поменяв никак не меняю то, что приходит ко мне в результате об этом часто говорят как о том, что дельта функция четная. Но стоит понимать что это не является следствием того то есть что если дельта функция четная это совершенно не значит что все элементы дельта по разной последовательности были четные. Достаточно понять это хотя бы потому что можно брать столбик только смещенный вот здесь у него одна треть выступает а здесь две трети вот такого отрезка. Потом устремите к нулю это выражение это все равно будет дельта функция но она никак не четная. Это я просто к тому что не всегда конечный элемент вот этой дельтообразной последовательности наследует все свойства этой самой дельтообразной последовательности. Неправильно сказал. Обязательно наследует но обратное неверно. что если дельта функции четные то элементы дельтообразной последовательности четными быть не обязаны. значит это свойство а ну и собственно конструкция номер три ну вот часто можно видеть и другие варианты с дельта функции например дельта от x в квадрате минус x 0 в квадрате вот такой вариант как с этим быть основная идея состоит в том что дельта функции вообще говоря по барабану вот все что отлично от нуля дельта функции особенная там где она примерно 0 где ее аргумент примерно 0 а где аргумент 0 давайте посмотрим какую-нибудь функцию g от x если функция g от x адекватная хорошая ведет себя прилично и в точке x 0 она равна 0 то в этой же точке ее можно разложить в ряд Тейлора в окрест правильно g от x это g штрих от x 0 на x минус x 0 плюс а маленький ну тогда дельта от g от x это то же самое она определяется только точка x 0 только там где дельта функция отлична от нуля дельта g штрих от x 0 на x минус x 0 плюс а маленькая от x минус x 0 ну и соответственно просто вот в соответствии с этим правилом множитель вот этот я выношу а этим вообще пренебрегаю это единица на модуль g штрих от x 0 дельта от x минус x 0 понятно ну и обобщением является если функция имеет нули в точках x1 x n g от x и t равно нулю то надо просто сложить дельта от g от x равняется сумма от и равна единице до n дельта от x минус x на модуль g штрих от x понятно ну вы молчите но видимо понятно вроде пока это должно быть не сложно сложно будет минут через 15 так значит про нули сказал так про нули сказал ну обычно всякие дельта функции возникают в задачах более-менее линейных там вопрос ну смотрите если дельта имеет умножение на коэффициент под собой то он идет в знаменатель вот и производная пошла в знаменатель просто по этому же правилу так дельта функция чаще всего появляется в линейных задачах в нелинейных но пореже поэтому имеет смысл определить такое понятие как производная дельта функции да у дельта функции есть производная я вам скажу смешную вещь дельта функцию можно разложить в порядке его дельта штрих от x что это такое как я сказал о дельта функции не надо думать в контексте ее определения это бессмысленно что такое производная в точке равная 0 где дельта функция равна бесконечности думать абсолютно бесполезно легче подставить сюда любой элемент дельта образной последовательности вот взять в десмосе взять значение конкретное а и нарисовать вот в частности например если вы возьмете гаусса и возьмете производная от него то что вы увидите вот советую всем сделать хотя я в семинаре потом картинку нарисую на самом деле гаусс будет устроен а точнее его производная вот так здесь на некотором расстоянии порядка а ну а здесь порядка минус а будут два пика тоже очень узких и каждый из них понятное дело что поскольку они узкие тоже работает как дельта функция правильно это само по себе стремится к дельте а вот это стремится ну к минус дельте правильно ну и в итоге у вас получается нечто очень похожее что у вас интеграл f от x ну вот с этой дельта штрих от x dx примерно значит вот здесь слева возвращается значение f от x минус что-то порядка а вот здесь дельта функция с минусом минус f от x плюс что-то порядка а ой от нуля от нуля извините от нуля от нуля и на самом деле за счет того что под экспонентой есть еще вот такой коэффициент и он а в квадрате здесь будет лишний коэффициент тоже порядка а ну и вот это выражение очень подозрительно похоже на минус в производную f штрих от нуля правильно f смещаете на малые аргументы делите на малые значения а значит ну хорошо давайте я просто напишу d по dx от ro3 от x вот мой гаусс который я писал на той доске самой правой это единица на корень из p а производная под экспоненты даст минус 2x на а в квадрате экспонента минус x в квадрате на а в квадрате ну значит стоит обезразмерить всю вот эту штуку единица на корень из p а экспонента от минус x в квадрате а в квадрате это старый колокол минус 2x на а это новая безразмеренная длина а вот 1 на а это вот как раз таки вот эта штука понятно вот не важно важно то что возвращается действительно что-то типа производной давайте поймем почему значит запишем интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности f от x дельта штрих от x dx если исходные элементы дельта-образной последовательности были хорошие то я могу же эту штуку проинтегрировать по частям и записать что это f от x дельта от x от минус бесконечности до плюс бесконечности минус интеграл f штрих от x дельта от x dx от минус бесконечности до плюс бесконечности ну дельта-функция умирает мгновенно поэтому на плюс и минус бесконечности она ноль вот это все ноль я считаю что моя функция f от x это никакая не сверхэкспонента факториала которая убивает любые дельты образную последовательность вот ну а вот здесь стоит стандартный интеграл дельта-функция возвращает значение некоторые функции f штрих в нуле минус f штрих в нуле понятно дельта-штрих действует на функцию как минус производная ну легко обобщить это понятие можно брать вторую производную дельта-функции два раза надо проинтегрировать по частям два раза проинтегрировать по частям вернется минус один в квадрате это двух интегрирований по частям ну и вторая производная в нуле вторая производная в нуле для n-той производной дельта-функции интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности дельта n от x f от x dx это n раз по частям интегрируем минус один в степени n и n-той производной f f n-t нуле понятно вот на минус и плюс бесконечности дельта-функция как это часто мы говорим она везде кроме нуля ноль вот так значит это свойство производной но раз мы нашли производной давайте найдем интеграл значит берем любой элемент дельта-образной последовательности x ну я не знаю вот это я буду говорить что вот этот столбик это дельта от x значит рассмотрим интеграл от минус бесконечности до некоторого x а дельта-т дт чему он равен если точка x меньше нуля то при а стремящемся к нулю размере пика я всегда сделаю так что дельта-функция живет только здесь а вот у x ничего нет поэтому если x меньше нуля то это ноль наоборот если x больше нуля то ужимая свою дельта-образную функцию интеграл уже весь набрался а интеграл дельта-функции без любой какой-то стоящей под интеграл функции это просто 1 значит если x больше нуля следовательно это 1 а вот что творится в нуле как вы понимаете это все зависит от элемента дельта-образной последовательности я могу вот здесь эти пики резать кривить не знаю что угодно с ними делать это все зависит от элемента дельта-образной последовательности поэтому при x равном нулю знак вопроса это не вещь что значит иногда я говорю что это 1 вторая это очевидно будет правда только в одном случае если элементы дельта-образной последовательности четные вот то есть иногда вот заранее вы знаете что функция которая должна стоять в дифуре какая-нибудь четная и резкая вот ну тогда да действительно можно сказать что это 1 вторая так вот функция которая при x больше нуля равна единице а при x меньше нуля равная нулю называется тета-функция Heaviside вот это от x вот и на самом деле она говорит следующее что дельта-функция типично это просто та функция которая является производной разрывной функции если у вас есть такая разрывная функция как Heaviside это от x вот здесь 0 то дельта-функция она просто обозначает что вот в точке 0 произошел резкий скачок тету тоже можно приблизить некоторой непрерывной функции и вот эта непрерывная функция которая будет приближать тету она будет иметь очень резкий максимум производный понятно вот в этом смысле у нас с вами появляется некоторый аппарат который позволяет вычислять производные более-менее более содержательно чем когда вы это делаете на мотане например рассмотрим такую функцию f от x я от балды беру x квадрат при x большем нуля x минус 1 при x меньшем нуля так давайте сотру лишнее так ну примеры дельта-образных последовательностей мы с вами посмотрели значит касательно дельта-образных последовательностей вот так вот отвлечения как их строить на самом деле рецепт понятия надо взять функцию найти от нее интеграл в бесконечных пределах а потом ну и взять его за некоторую норму а потом брать и ставить под интеграл функцию с аргументом не x а x и а делать побольше тогда функция будет ужиматься 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 ну и надо каждый раз делить на норму такой функции все и получится хороший рецепт построения этих дельта-образных последовательностей значит с точки зрения матана там нужно потребовать еще чтобы интеграл в любых пределах существовал и был ограничен некоторой константой ну и вне некоторой окрестности нуля интеграл стремился к нулю при ширине функции стремящейся к нулю я смотрел у Карасева такая теорема есть вот можно да ну смотрите то есть условно говоря очень часто бывает так что в физической задаче почему вот как дельта-функции возникает в физических уравнениях типично это два момента либо это математика либо на самом деле это какой-то резонанс произошел это некоторый вот реальный высокий пик но смысл в том что очень многие дифференциальные уравнения вообще не чувствуют жизнь внутри этого пика то есть сам пик может быть узкий но внутри него там какая-то очень богатая жизнь все дела важно только что он резкий дифурд реагирует только на это и воспринимает его как дельта-функция поэтому собственно говоря дельта-функция это такой объект который нужен лишь тогда когда ответ от формы этого пика не зависит вот вся теория обобщенных функций которая читается Романом Викторовичем Константиновым на Урматах она работает ровно тогда когда ответ от реализации дельта-функции не зависит вот собственно вся теория обобщенных функций строится именно для того чтобы не заниматься вот этим занятием брать дельта-образные последовательности и стремить их к нулю они делают все утверждения не опираясь на это их исходное пространство построены так вот но вот в реальной задаче как-то удобнее об этом думать как о конечном пике я ответил на вопрос скорее да ладно вот значит вот есть у вас пожалуйста вот такая функция давайте найдем ее производную f'x вопрос значит как устроена вот эта функция значит 3x больше нуля это парабола 3x меньше нуля x минус 1 но если бы мы были с вами просто на мотане то мы бы с вами написали f' от x значит 2x при x больше нуля и 1 при x меньше нуля но нам с вами ясно что в точке 1 есть разрыв его можно вполне себе учесть вот для этого нужно просто искусственно сшить функцию то есть условно говоря параболу вот сюда присобачить мужик тогда у нас получится f' от x равняется x квадрат минус 1 x минус 1 это x больше нуля это x меньше нуля плюс t' от x ну и тогда понятно производная f' от x 2x 1 x больше нуля x меньше нуля плюс дельта функции вот собственно формализация вот этих разрывов у дельта функции причем я замечу коэффициент при ней всегда стоит такой каков размер вот этого разрыва вот если бы здесь стояло 5 тета от x то есть функция отличалась бы на пятерку то и дельта функция была бы с пятеркой вот это просто абстрактный пример такой понятен пример нет не понятен смотрите была парабола x квадрат а я взял и сшил функцию и опустил ее на единицу здесь 0 здесь минус 1 я рассмотрел вот такую функцию я должен наоборот вернуть должок прибавить единицу обратно при x больше нуля я это и сделал а все прошло да нормально вот вот здесь значит смотрите если x значит интегрирую дельта функцию узкий пик от минус бесконечности до x если x меньше нуля x меньше нуля интеграл просто идет по области где дельта равна нулю так это определение сейчас я может вопрос не понял михаил все нормально непонятно вот это вот вот это непонятно ну ладно если что в перерыве разберемся не переживайте так ну и соответственно так давайте я сотру где-нибудь там соответственно nt первообразное устроено ровно так же ну чему равна равен интеграл от тета от x от минус бесконечности до x тета от t до t если x меньше нуля то это 0 вы интегрируете все равно 0 x меньше нуля следовательно 0 а при x больше нуля это вот вы интегрируете единицу от нуля это интеграл от нуля до x единица до t это x при x больше нуля то есть это условно говоря x умножить на тета от x ну а nt nt первообразный интеграл от минуса бесконечности до x от минуса бесконечности там ой до t n и так далее интеграл от минус бесконечности до t1 дельта от t значит dt dt1 dtn минус 1 так dtn минус 1 значит равняется просто x в степени n делить на n факториал это от x при x меньше нуля ничего а при x больше нуля вы просто постоянно интегрируете одну и ту же ну просто вы сначала интегрировали интегрировали единицу затем интегрируете x затем интегрируете x квадрат получаете так здесь x квадрат пополам интегрируете x квадрат пополам получаете x кубе на 2 и на 3 понятно как строить первообразно все это универсальный ответ на первообразную мы продали функции мы собственно почти дошли до конца значит сейчас будет наверное самый такой трудный момент который хотелось бы просто сказать потому что это еще понадобится нам в дифурах даже не сегодня значит я записывал формулу что дельта от x минус x 0 f от x dx от x 0 от минус бесконечности до плюс бесконечности так значит смотрите теперь вот здесь я принципиально вернусь к тому что в качестве дельты я могу выбирать элементы дельтообразной последовательности ответ зависит не будет давайте в качестве элемента дельтообразной последовательности я возьму столбик от минуса пополам до а пополам x единица на об интеграле можно думать следующим образом интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности f от x dx это к этому стремится выражение сумм риммана интегральных интегральных mete Brus briefly нарезаете области размера дельта открытого лиц и 306 руку и спрямляете к нулю получаете штуку вот давайте я все дельта иксы ты возьму а тогда интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности f от x дельта от x минус x0 dx равняется примерно сумма значит дельта x и ты это а я их выбрал так и пишу f от x и ты значит и функцию которая от минус а пополам до пополам равна единице я буду называть индикатором индикатор от x равен 1 если x лежит от минус а пополам до а пополам и ноль иначе пока понятно индикатор это просто если вы лежите в отрезке минуса пополам полом и ноль иначе это индикатор тогда соответственно моя дельта образная функция это единица на а индикатор x записываю единицы на а индикатор x и ты так только тут x нулевой неудачно может с индексом смешаться давайте y x и ты минус y а сокращается ну тогда я получаю что эта сумма f от x и ты индикатор x и ты минус y или что y принадлежит от x этого минус а пополам до x этого плюс а пополам новые уже все покривились я знаю даже несмотря на вас не понимаете зачем вот эта вся ерунде не нужно а очень просто это я свою функцию а точнее интеграл от нее приблизил интегралом от ступенчатой функции вот все что я сделал сейчас нарисую все 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 будет понятно так значит вот была функция я ее нарезал на куски размером а но тогда выражение f от x и ты на индикатор это просто вот такой прямоугольничек вот пожалуйста точке x и там и иначе говоря значит вот этот вот интеграл это некоторое число зависящее от y зависит от y вот и грек ну понятно если игрек находится где-то интеграл определяется вот собственно в соответствии с дельта функции именно окрестностью этой точки y с другой стороны по определению дельта функции должно быть f от y ну вот и давайте вот я выберу точку y тогда вот это выражение просто мне говорит что я могу в качестве ответа f от y но брать некоторое значение вот этого прямоугольничка который может быть как повыше так и понише зависимости от того как я нарежу свою координатную систему иначе говоря я свою функцию для любого y представил в виде линейной комбинации столбиков вот таких вот ширины а понятно вся функция это есть сумма один столбик вот здесь второй столбик лежащий отдельно от этого здесь третий и так далее понятно полная функция есть сумма различных столбиков взаимно не пересекающихся друг с другом да да шаг икс и так а я сказал что дельта икс это и вот эти а столбики не пересекается поэтому сумма всех различных столбиков порождает мне просто вот такой конгломерат столбиков который превращается в функцию ну это такая гистограммка будет если а маленький достаточно то то он окаймляется вот этой функции f от x понятно и это важная мысль потому что теперь абстрагируемся от вот этих всех дельта функций рассмотрим задачу из дифференциальных уравнений следующего вида очень часто человечеству приходится решать линейные дифференциальные уравнения вида а энты энты производные по иксу f от x плюс а энт так и сам а энты зависит от x а минус 1 от x d минус 1 n минус 1 f от x плюс плюс а первое f штрих от x от x плюс а 0 от x f от x равно некоторой функции f от x вот это линейные неоднородные дифференциальные уравнения n этого порядка вопрос как их решать ну значит сразу можно сказать что человечество все равно не знает как это делать в общем случае даже для второго порядка что смешно вот но идея в том что если я возьму и решу это уравнение для f от x равное некоторой функции фи 1 от x и получу в качестве решения функцию f1 от x затем возьму это же дифференциальное уравнение в качестве так называемого источника то есть вот этой правой части возьму другую функцию фи 2 от x и получу для нее решение f2 от x то для функции f1 фи 1 от x плюс фи 2 от x по линейности какое решение будет f1 плюс f2 правильно а теперь собственно говоря идея эта тупая а давайте научимся решать дефурт для каждого столбика круто да а потом размер столбика устремим к нулю то есть поставим туда дельт функцию давайте научимся решать уравнение вида а nt от x d nt dx nt f от x плюс и так далее плюс а0 f от x равно дельта от x ну а в более общем случае давайте столбик же зависит от своего местоположения поэтому я сюда в качестве поставлю параметр y это положение столбика положение столбика так вот функция f от x которая зависит от y f y от x ее часто обозначают так g от x y называется функцией грина этого уравнения функция грина грина вот этого линейного дифференциального уравнения n-того порядка ну я просто говорю что столбик сострела точим в точке x равны y смотрите столбики разные и они сосредоточены каждой у разной точки если я научусь решать для каждой точки то потом чтобы найти полное решение мне надо просуммировать решение для каждого отдельного столбика вот и соответственно раз я должен просуммировать то вот эту рулетку я могу повернуть назад сумма f от x и так на индикатор я могу снова вернуть сюда параметр a и снова заменить это на интеграл поэтому ответ к задаче решения вот этого дифференциального уравнения для произвольной функции фи от x выглядит следующим образом f от x равняется интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности g от x y фи от y до y не очевидно да взял так и перешел но на самом деле как я сказал это свойство есть следствие просто линейности нашего уравнения если я знаю решение для одного столбика то полное решение для всех столбиков должно быть их суммой а в пределе когда разбиение суммы очень маленькая она превращается в интеграл давайте проверим что это правда это пол секунды занимает значит подставим вот такую функцию в дефур в дефур получаем значит я здесь буду писать вот таким кратким обозначением а nt от x d по dx n плюс и так далее плюс а 0 от x который действует на мою функцию f от x равняется дифференцирование по x я всегда могу занести под интеграл как дифференцирование по параметру ну а коэффициенты а nt от x это вообще коэффициенты с точки зрения интеграла это просто константы поэтому это просто интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности значит а nt от x d по dx с nt g от x y плюс и так далее плюс а 0 g от x y фи от y d и равняется а я сказал что дельта функции функция грина должна удовлетворять вот этому дифференциальному уравнению подставляю диффур для g вот сюда вот это дельта от x минус y ой как замечательно как я угадал вот это я молодец дельта от x минус y фи от y d y и чудом это фи от x значит вот такая функция f от x интеграл с функцией грина фи от y d y просто решает ваш диффур в произвольном случае вот значит как об этом стоит думать на самом деле что вот здесь написано вот об этом уравнении обо всем дифференциальном можно думать как уравнение на потенциал вашего электрического поля ну скажем одномерной нитки на которой распределен заряд с плотностью фи от y есть уравнение максвелла я поэтому вот в этих терминах рассуждаю значит тогда вопрос какой потенциал породит вот эта нитка на координате x для того чтобы это выяснить нужно взять потенциал точечного заряда в точке y который он порождает в точке x и просуммировать по всем зарядам значит полный потенциал есть интеграл от потенциалов порождаемых в точке x единичным зарядом в точке y на погонную плотность заряда до y ну вы мне скажите саня ну ты дурачок значит обычные потенциалы это кулоны они просто зависит от расстояний ну а я вам скажу что на самом деле все испортило зависимость вот этих коэффициентов а nt от x физика моей задачи когда я ставил вот это дифференциальное уравнение зависело от места такое бывает например в различных средах когда вот эта нитка не в вакууме а когда здесь есть какая-то среда вокруг этой нити которая как-то искажает электрическое поле это должна быть не линейная среда она меняет потенциал точечного заряда в точке x если заряд был в точке y поле туда долетает не стандартным образом но вот если все если аиты от x равно аиты равно константы то я утверждаю что функцию грина можно искать именно в этом виде вам достаточно знать поле точечного заряда потенциал точечного заряда в вакууме и применять это знание просто вот так так вот дифур в котором физика задачи не зависит от координаты называется трансляционный вариант это вообще называется трансляционная инвариантная система закон физики пишется одинаково в каждой точке пространства понятно вот и тогда в этом случае действительно вот эта формула просто приобретает смысл потенциала который создает нитка из обыкновенных зарядов ну вот надо взять потенциал который порождает точка y в точке x он будет v от x минус y погонная плотность f от y ну и просуммировать по всем а это полный потенциал v а нет это я просто говорю что потенциал обычно обозначается за вы вот здесь а так функцию g часто потом ищут функции как разности двух координат все ну это обозначение просто так на самом деле с дельта функции мы закончили поэтому я предлагаю сделать нам перерыв продолжим x2 там и не стесняйтесь посреди тоже уходить я не против совершенно я все я все понимаю мы все люди значит ряд фурье вторая часть ряд фурье она будет более содержательной не переживайте значит сюжет про дельта функцию вам пригодится вы с ней теперь часто будете иметь дело в рамках курса птф может быть и у алексея юрьевича морозова тоже найдется значит абстрагируемся от всего того что сказано было ранее вот вообще забыли смыли ненужный пласт информации рассмотрим тупую простую задачу грузик на пружинке значит каким уравнением описывается грузик на пружинке ну второй закон ньютона пишется f2 штриха от т плюс собственная частота колебания омега квадрата ну и я предполагаю что здесь возможно есть вынуждающая сила f большую от т представьте себе что я такой нехороший человек я устроил вот этому грузику качели я начал его периодически колебать с периодом т то есть моя функция f от т сила с которой я действую периодическое с периодом т большое для любого т маленького тогда вот давайте представим что на самом деле моя функция f от т это некоторая комплексная экспонента ну там a n-той e в степени ну какая должна быть частота чтобы период был правильный она должна быть кратно 2п на т большое т маленькое ну и возможно быть возможно быть там в n раз больше n ну и n в целых числах значит просто пусть f такая тогда ну вы на общей физике когда решали тему вынужденные колебания говорили о а давайте искать решение этого дефура в том же самом виде f маленькая от т координата грузика n ну просто некоторый индекс то есть смотрите экспонента удовлетворяет соотношение что она с периодом т такая же правильно но и если я возьму в два раза большую частоту то она тоже будет удовлетворять этому соотношению и в три раза и в 4 вот я просто записал чуть более общий вид этой периодической функции абсолютно не важно вот если хотите я поставлю здесь величину омега большое а n сотру неважно я давайте так и сделаем а е в степени и омега большое т все я считаю что омега такая что функция периодическая будем искать решение f от т равняется а маленькая е в степени и омега большой т подставляю в дифур вторая производная экспоненты вынесет два раза и омега и омега в квадрате а е в степени и омега большое т плюс вот эта омега маленькая в квадрате собственная частота колебаний грузика а е в степени и омега большое т равняется а большое амплитуда силы на ее осцилляции экспонента никогда не 0 ее можно сократить теперь и омега в квадрате это минус омега в квадрате поэтому я получаю что амплитуда грузика а маленькая равняется а большое на собственная частота в квадрате и минус омега большая частота силы в квадрате все мне этого хватает f от t f от t равняется а делить на омега большое минус омега малое в квадрате е в степени и омега t если бы функция f от t была представима в виде сумма а энтых больших е в степени и омега энтых т то по линейности дифура решение f от t было бы суммой решений для каждой экспонента а я его для каждой экспонента и знаю значит здесь сумма по n ну и здесь тоже самое здесь сумма а энтых на омега в квадрате минус омега большая в квадрате n е в степени и омега nt возникает вот такая интересная мысль а нельзя ли любую периодическую функцию представить в виде экспонент вот таких вот с частотами 2п на t и кратные оказывается что можно давайте пока поверим что это так и запишем что на самом деле любую фу я говорю пусть теперь пусть теперь да пусть теперь f от t по такому закону для каждой экспоненты я решать умею а значит решение для суммы есть сумма решений правильно просто по линейности дифференциального уравнения вот как я писал там для f1, f2, f1, f2 так и здесь для каждой экспонента я знаю что ответ выглядит вот так в зависимости от амплитуры и частоты и вот здесь я его просто переношу дословно сюда так вот давайте представим себе что мы умеем мы можем сказать что каждая функция f от t представима в виде некоторого ряда f от t равно cn коэффициент экспонента и экспонента должна ассоциировать 2п на t это минимальная частота такая чтобы при сдвиге на t это было периодом n увеличиваем эту частоту t а n пробегает ну все возможные значения от минус бесконечности до плюс бесконечности такие ряды называются рядами фурье это ряд фурье представим что такое разложение существует вот представим что оно есть тогда какими должны быть коэффициенты cn легко проверить один факт очень простой значит давайте мы с вами сделаем замену переменных и рассмотрим вместо функции f от t периодичной по t функцию живущую на отрезке минус p и периодически продолженную я буду называть эту функцию f от x тогда чтобы эта функция была периодичной надо взять f от x значит чтобы это перешло в t пополам минус t пополам ну а здесь какая-то функция периодичная и здесь тоже значит давайте я быстренько проверю у себя замену у меня всегда с этим путаница так не понял f от x умножить на t на 2п когда x равен пи это крайняя точка и для функции f большой от x понятно? вот замена переменных значит ну раз была функция f от t то очевидно что коэффициенты разложения должны быть такие же значит cn e в степени и nx t равное минус бесконечности до плюс бесконечности воспользуемся тем замечательным фактом что e в степени и nx d x интеграл от минус пи до пи ну равняется то же самое что интеграл от нуля до 2пи e в степени и nx спойлер это хорошее решение домашки номер 4 значит единица на и n e в степени 2пи и n минус 1 если n отличен от нуля то стоящее здесь выражение равно нулю если n не равен нулю а если n равен нулю то здесь интегрируется просто единица и получается 2пи поэтому этот ответ это либо 2пи n равное нулю либо 0 n не равное нулю ну хорошо это замечательно тогда возникает лукавая вот такая вот идея интересная а давайте домножим вот это вот равенство звездочка на e в степени минус и mx и проинтегрируем тогда каждый экспонент у которой n не равен m просто даст 0 тогда мы получаем что интеграл e в степени минус и mx f от x dx от минус пи до пи равен ну давайте напишем интеграл e в степени минус и mx сумма от m в целых числах cn e в степени и mx dx от минус пи до пи пользуемся нашим свойством получаем 2п cm ну я снова индекс m заменю на n и получаю cn равен единице на 2п интеграл от минус пи до п f от x e в степени минус и mx x tx поэтому если разложение в ряд функций e по t существует то коэффициенты фурье могут быть только такие да вот эти коэффициенты c называются коэффициенты разложения функций в ряд фурье или коэффициенты фурье вот все вроде бы пока просто ну иногда удобнее рассуждать не в терминах комплексных экспонентов а в терминах например синусов и косинусов например что я могу сделать я могу записать ряд для f от x если я как-нибудь перезапишу экспоненты то я всегда могу это записать как а0 плюс сумма от n равного единице до бесконечности а n косинус nx плюс bn синус nx значит давайте посмотрим кто кого тут порождает ну значит а0 это константа это когда n равный нулю поэтому а0 равен c0 каждую экспоненту е в степени nx я могу разложить по формуле эйлера это косинус nx плюс и синус nx а потому а n ты это надо просто взять экспоненту с плюс и nx и с минус и nx правильно вот в этом ряду если я выделю какой-нибудь номер например 5 то есть е в степени и 5x и е в степени минус и 5x и каждый даст косинус nx а соответственно и коэффициент а n поэтому а n это просто cn плюс c минус n понятно понятно теперь чтобы получить синус nx значит е в степени минус и nx есть косинус nx минус и синус nx тогда значит при bn при и синус x значит здесь всегда есть и стоит cn а при минус nx стоит минус c минус n на самом деле нетрудно догадаться значит давайте запишем это в виде интегралов единица на 2p интеграл от минус p до p f от x dx вот это значит единица если я сложу две экспоненты я получаю два косинуса поэтому двойка сокращается это единица на п интеграл от минус p до p f от x косинус nx dx ну и вот этот аналогично на самом деле единица на п интеграл от минус p до p f от x синус nx dx все круто и замечательно написали так ну что давайте давайте тогда решим первую задачу за сегодня представим ну смотри давай на косинусе посмотрим если я сложу cn и c минус n то здесь сложится е в степени минус и nx и е в степени nx это два косинуса все значит да представим себе что наша функция f от t f от t значит вот здесь t пополам здесь минус t пополам это t это f это просто сигнум на самом деле функция знак f0 а здесь минус f0 запишем запишем значит f от t равно f0 t меньше t пополам больше нуля и минус f0 t меньше нуля больше минус t пополам а дальше продолжим и периодически вот тогда решим задачу для граничных условий таких что в начале грузик находился в положении равновесия и отпустили мы его с нулевой скоростью это начальные условия тогда значит раскладываем функцию f от t в ряд f от t сумма центов е в степени и и вместо 2п на t n я буду писать омега n я сейчас напишу что такое омега n омега n это 2п n делить на t n равное минус бесконечности до плюс бесконечности значит давайте перепишем еще коэффициенты cn через функцию f большую от t чтобы вы убедились что они одинаковы интеграл единица на 2п интеграл от минус п до п f от x е в степени минус nx dx равняется единица на 2п интеграл от минус п до п подставляем нашу замену функции это f большое от x и растянутый на т на 2п f от x t на 2п е в степени минус nx dx вот это все заменяю на t следовательно x равен 2пи t маленькое делить на t большое значит значит здесь ну да значит подставляю единица на 2п от дифференциала dx 2п на t до t 2п на t ну и теперь от минус п и переходит в минус t пополам до t пополам dt f от t е в степени минус и n на 2п это мое как раз таки омега омега nt вот пожалуйста f от t е в степени минус и омега nt dt коэффициент разложения f от t в ряд фурье так ну давайте применять разлагать нашу функцию в ряд фурье так значит вот это я уберу бедные вы дети мне вас искренне жаль я бы в свое время это не понял f а f маленькая это еще раз это переопределенная f это f от x равняется f большой от x на t на 2п я просто свою силу переопределил на отрезок от минус пи до пи это проще математически потому что формула компактная такая там экспонента без всяких лишних аргументов очень просто запомнить но простая функция от минус пи до пи так значит что я хотел сделать да я хотел найти ряд фурье функции сила так f большой от t значит c nt равняется для моей силы значит ну f0 выносится f0 на t интеграл значит от нуля до t пополам это е в степени минус и омега nt сейчас сейчас смотрите значит поставим задачу наш грузик все равно на пружинке закон f от t вот такой сила положительна когда вы больше нуля до периода и меньше нуля когда вы меньше нуля и тоже до периода ну вы условно говоря тянете одно время вниз одно вверх так так а дальше периодически продолжим вот такая сила так значит когда от нуля до t пополам коэффициент 1 когда от мин от минус т пополам до нуля коэффициент минус 1 который я взял с минусом как раз таки вниз и омега nt dt и тут тоже dt значит ну берем экспоненты получаем f0 делить на t значит экспонента это единица на минус и омега n коэффициент из экспоненты выношу е в степени минус и омега nt пополам минус значение в нуле это 1 минус то же самое минус и омега n значение в нуле это 1 минус е в степени минус на минус т пополам дает плюс и омега nt надо это равняется значит подставляю омега n равное 2pn делить на t большую получаю f0 на минус и омега nt е в степени минус и пн минус 1 еще раз минус 1 это минус 2 плюс е в степени и пн но я в степени минус и пн это минус 1 в степени минус n а это минус 1 в степени n что одно и то же так ну еще омега n сюда надо подставить получаем минус f0 на 2pn значит двойку выношу двойка минус 1 в степени n минус 1 равняется f0 делить на пн f0 делить на пн 1 минус 1 в степени n ну и на самом деле мы с вами понимаем что когда n четный ой и это я соврал да и есть когда n четный это просто ноль n равно 2к а когда нечетный то минус 1 в nt это минус 1 и поэтому минус минус 1 это 2 получаем 2f0 на и и n n равно 2к плюс 1 так значит f от t это сумма от k равного нулю до бесконечности а n равно 2к плюс 1 2f0 на пи и n и пи n значит значит 2f0 на пи и n это коэффициент при соответствующей гармонике e в степени и омега n t так так только я наверное да только нечетные числа бывают и отрицательные правда от минус бесконечности до плюс бесконечности а вот если я теперь учту что здесь есть гармоника с отрицательной чистотой и попытаюсь просумировать от к равного нулю сумма от к равного нулю n равно 2к плюс 1 до бесконечности то есть соберу коэффициенты cn и c минус n то я получу 2f0 0 на пи и n и в степени и омега nt минус и в степени минус и омега nt минус за счет того что при отрицательной частоте отрицательный n и этот минус пошел вот сюда так ну разность экспонент это 2i синус омега nt равняется сумма от к равны нулю n равно 2к плюс 1 до бесконечности ч а? а? почему? при k равном нулю n равен 1 да я знаю тут есть такая странная штука что нечетные числа кодируются так положительные нечетные числа кодируются от k равного нулю n равно 2к плюс 1 асимметричные им кодируются от k равно минус 1 тогда здесь например 1 3 5 а здесь минус 1 минус 3 минус 5 непонятно? ну я здесь беру обращаю не k отрицательный знак а n меняю знак понимаешь? нечетные числа n 1 минус 1 3 минус 3 вот я и собрал эти экспоненты вот обращаю я не k я просто для симметричных n выделил что они начинаются с k равного нулю все значит получаем вот здесь двойка и сокращается 4f0 делить на pn синус омега mt значит 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 казалось бы тогда чтобы решить свой дефур я должен написать абсолютно то же самое выражение f от t решение для грузика сумма от n равная 2к плюс 1 k равное 0 до бесконечности до бесконечности значит 4f0 на pn единица на собственная частота колебаний грузика минус омега m в квадрате ну и здесь синус омега mt но на самом деле я немножко ошибся а что я не учел когда я решаю дифференциальные уравнения с правой частью что я должен написать в качестве решения некоторые частные решения это частные решения но я не должен забывать решение диффура когда здесь нет правой части когда здесь стоит 0 так называемое однородное решение решение однородного диффура простое это плюс некоторый альфа синус омега t плюс бета косинус омега t Полное решение дифференциального уравнения с правой частью есть сумма однородного плюс частное, любое причем частное Вот частное я угадал, вот если f от t такое, то диффур будет строго удовлетворяться Но не подходить такое решение может потому, что оно может не совпадать с начальными условиями Чтобы удовлетворять начальным условиям, нужно подобрать коэффициенты при однородном решении Начальные условия у меня такие, грузик в начальный момент упокоился и отпускался с нулевой скоростью Так, давайте вот это сотрем И запишем наши граничные условия Ух, плохо дело Так, значит, f от нуля равно нулю Ну все синусы обращаются в ноль, остается только коэффициент бета при косинусе Равняется бета И косинус нуля равен единице Поэтому бета равен нулю, все Никакого косинуса нет Ну и логично Функция вынуждающая нечетная Значение функции в нуле равно нулю, поэтому ничто не мешает нам сказать, что решение диффура нечетная функция А вот найти коэффициент альфа по усложнению, f' от нуля Производная синуса это омега Умножить на косинус в нуле Это единица альфа омега Плюс сумма От n равной 2k плюс 1 k равной нулю до бесконечности 4f0 делить на pm Единица на омега в квадрате минус омега n в квадрате Производная синуса омега n, синуса омега nt Это омега n и косинус нуля ноль Вот, получили нетривиальное соотношение на альфу Вот, соответственно, давайте я перенесу сумму в правую часть, поменяв у нее знак И поделю на омегу Значит, альфа равна Ой, сумма k равная 0 Бесконечность n равно 2k плюс 1 4f0 на pn Омега n на омега с минусом Делить на омега в квадрат минус омега n в квадрате Пока понятно? Вот так Просто записал граничные условия Да Омега n относится к сумме Ну, это же производная синуса Так, ну все, подставляем это в наш дифур Значит, смотрите, как удобно Альфа тоже представляется в виде суммы Поэтому я суммы как бы объединю А здесь будет стоять коэффициент синус омега nt Плюс вот альфа А альфа отличается тем, что здесь стоит минус омега n на омега И синус омега t Поэтому можно записать, что Вот уже настоящее решение моего дифурая Это сумма по n равная 2k плюс 1 k от 0 до бесконечности 4f0 на πn Единица на омега в квадрате минус омега n в квадрате Синус омега n к t минус омега n к омеге Синус омега t Все, решение записано Это точный ответ Ну, выглядит стрёмно, откровенно скажем И такая сумма не считается, сразу скажу Но, как это обычно бывает в вынужденных колебаниях Интересны случаи резонанса Когда какая-то омега n очень близка к омеге Но тогда ясно, что знаменатель большой В этом случае И он играет главный вклад Поэтому мы оставим только его из всей суммы В этом случае, это случай резонанса Резонанс Отдельно посмотрим его Резонанс Тогда f от t приблизительно 4f0 на πn Ну и вот это выражение Синус омега nt минус омега n на омега Синус омега t делить на омега в квадрате Минус омега n в квадрате Если я буквально положу омегу равной омеге n Тогда вот это соотношение сократится Синусы сократятся В числителе 0, в знаменателе 0 Как такие пределы берутся? Соотношение вида неопределенность 0 на 0 Ну, правило лопитали, да С вашего позволения, из экономии времени Я не буду сейчас заниматься выписыванием Правило лопитали Я напишу ответ Сразу Значит, синус омега t Значит, это при омега, стремящемся к омега n Синус омега t делить на 2 омега в квадрате Минус t косинус омега t делить на омега Сейчас уточню коэффициенты на 2 омега Ну, и как мы видим В случае резонанса На самом деле амплитуда колебаний Неограниченно растет со временем Линейно растет со временем В данной конкретной задаче Значит, что хотелось пояснить На примере этой задачи Значит, с... Ну... Значит... У ряда Фурье есть некоторые свойства Потому что знаменатель очень большой Когда какой-то омега приближается к одному из омега n Вот здесь получается какая-то расходимость Правильно? Вот я говорю, что я выделю главный вклад Я пишу приближенное равенство Вот главный вклад от резонанса А все остальные неважны На самом деле я могу мысленно зачеркнуть И вот эту штуку Потому что на больших временах Когда это интересно В сравнении с линейным членом Вот этот расцелирующий никакого значения не имеет Амплитуда этого гораздо больше, чем вот этого Так... Ну, я зря, наверное, стер Значит, синус омега t на 2 омега в квадрате Так... Значит... Ну и поехали Значит... Просто 2 омега Да Ну, по размерности на самом деле Омега это 1 на время Здесь уже стоит время Поэтому 1 на время тоже дает время в квадрате И здесь время в квадрате Все правильно Так... Значит... Свойства ряда фурье Можно продемонстрировать в этой задаче Во-первых... Если исходно функция была нечетная Если функция нечетная Или четная Следовательно... Разложение будет Либо в случае нечетной функции Только по синусам Либо только синусы А если четная Только косинус Это вот такой вот момент Второе Если Функция Вещественная Принадлежит r Ну, тогда на самом деле Понятно, что Тогда Коэффициент Фурье Cn Если я его комплексно сопрягу То f не поменяется А экспоненты изменят знак Но знак-то можно поменять И сменив n Поэтому cn равно C минус n Сопряженное Ну, или то же самое Cn сопряженное Равно C минус n Так Значит Что я там еще выделял Одну секунду, друзья Я не все Помню, к сожалению Да Ну и собственно говоря На примере этой задачи Можно описать Как решать Любой Линейный Дефурт Вот опять же Того же вида An dn dtn f от t Плюс a нулевой f от t Равно f от t Для периодической силы Первое Разложите силу Приотфурьем Второе Запишите частное решение Дефура Подставляя его Ну, ища его в виде Там Если f от t Записывала Сумма cn e в степени и омега nt n Во всех целых числах Возьмите любую Экспоненту Подставьте ее В дефурт И выясните Какой коэффициент Стоит при f от t То есть f от t Ищите в виде Решения там Не знаю f nt e в степени и омега nt Тогда я утверждаю Что f nt Будет Если я подставлю Сюда экспоненту nt производная Даст Ой, только тут Давайте k Будет k Чтобы не путать С n Номером гармоники Да, кстати Экспоненты В ряде фурье Иногда называют Гармониками Разложение по гармоникам Вот Значит f nt Тогда Коэффициент Ряда фурье Функции f от t Решение Этого дифференциального Уравнения Как ты должен выражаться Через cn Это cn Это то, что стоит При силе вот здесь Ну и надо поделить На то, что выдаст Дефурт при подстановке Туда экспоненты А он выдаст Аk Производные экспоненты k раз И вынося оттуда Аргумент I омега n Это I омега n В степени k Плюс и так далее Плюс а0 То есть, условно говоря Это некоторый полином Который вот здесь Можно было бы записать Как Аk p от z Аk z в степени k Плюс и так далее Плюс а0 Вот это вот все p от I омега n Значит Вот это будут Коэффициенты фурье Функции f маленькая Потом Вы добавляете решение Одновродного уравнения Вот этого дифференциального Туда И подставляете это все В граничные условия Если вы все вот это проделаете Вы получите правильный ответ На свое дифференциальное уравнение Алгоритм понятен? Как мы делали на занятии Функцию разложили в ряд фурье Для каждой экспоненты решили Дефур отдельно Состряпали из каждой Из каждой экспонент Сумму экспонентов Добавили решение Однородного уравнения Записали граничные условия Подставили туда Получили ответ Все Ну смотрите Значит Если сила f от t Равно cn E в степени I омега nt Подставьте это в диффурт Каждая производная Экспоненты D по dt От e в степени I омега nt Равняется I омега n E в степени I омега nt Правильно? Ну вот Каждая производная Дает степень I омега n Здесь стоит И омега n в степени К При а к минус первом И омега n в степени К минус 1 И так далее Понятно? Все Ну вот Здесь получается Многочлен Умножить на fn Равняется cn cn поделить на Многочлен Равно fn Все просто Вот это Такой алгоритм Решения Этих самых Дифференциальных уравнений При этом я хочу Заметить Что эта система Также обладает Трансляционной инвариантностью Физика задачи Не зависит от времени В любой момент времени Закон Ньютона Писался одинаково Вся зависимость от времени Сидела непосредственно В самой функции Вот Положение грузика Ну и внешней силы А коэффициенты Дифференциального уравнения Никак от времени не зависит Система трансляционная Инвариантная Диагонализуется В представлении фурии Вот это одна из главных мыслей Нашего семинара Так Значит К сожалению Мы не очень Укладываемся Поэтому давайте сразу Перейдем к следующей задаче Значит Это была задача 1 Задача 2 Значит Мы можем воспользоваться Рядом фурии В обратную сторону Значит Каждой функции Ф от х Периодической На отрезке Минус пи пи Мы поставили В соответствии Ну мы записали ее В виде разложения В ряд фурии От минус бесконечности До плюс бесконечности Но мы можем Смотреть на это В обратную сторону Пусть у нас Есть последовательность Чисел Фн От минус бесконечности До плюс бесконечности Тогда эту последовательность Мы можем закодировать Некоторые функции Которые разлагаются В ряд фурии По коэффициентам Фн Здесь Чтобы Немножечко Соответствовать литературе Разложение в ряд фурии Будет писаться Не с минус экспонентой Ой Наоборот Не с плюс экспонентой А с минус экспонентой Поэтому не удивляйтесь Формулу Которую я напишу Значит Цн Я писал Единица на 2 пи Интеграл от минус пи до пи Ф от х Е в степени Минус и нх Дх А преобраз Значит Коэффициенты Фн Некоторые последовательности Живущие от минус бесконечности До плюс бесконечности Определяются так Для них преобразование Фурье Обычно пишут так И называют это Разложение по плоским волнам Интеграл Единица на 2 пи Интеграл от минус пи до пи Ф от к Е в степени Плюс И К Х Дх При этом Функция Ф от к Если экспонент Здесь с плюсом То там Должна быть с минусом Сумма Фн Е в степени Минус и к Н Н равный Минус бесконечности До плюс бесконечности Это ровно та же самая Конструкция Что была до этого Но тогда Идея состоит в том Что если У нас есть Опять же Некоторая Трансляционно-инвариантная Система То ее Можно Закодировать Вот такой Периодической функции Решить задачу Для этой Периодической функции А потом вернуться Вот по этой формуле И это возможно Даст какой-то ответ И на примере Этого Задачка О диффузии Задачка Задачка О диффузии Даже С лихвой Добрав Времени Не успеваю Поэтому Тороплюсь Хотя Сказать Хотел еще Пару слов Про ряд Фри Значит Смотрите Пусть у нас Есть Ну скажем Цепочка узлов Н равная 0 1 2 3 Минус 1 Минус 2 Минус 3 Ну и сюда Мы напихаем Целую свору частиц Н частиц Много больше Единиц Поставим задачу так Что за маленькое время ДТ Из любого узла Который бы я не взял С вероятностью Лямбда На ДТ Частица Выпрыгивает В соседнюю Правую клетку С той же самой вероятностью Из этой Из этой же лунки Она выпрыгивает В левую от нее Клетку Вот Вопрос Исследовать Эволюции Этой системы В зависимости от Т Считаю Что ДТ Стремится к нулю Лямбда Положительно Н Много больше Единицы Ну давайте Думать об этом Так Ведем функцию ПН Которая Очевидно Зависит от времени Это число Частиц Частиц В нтом узле В нтом узле Через Т Ну начальное условие такое В начале частиц нигде не было Кроме Н равного нулю Поэтому ПНТ от нуля Равняется Н Если Н маленькая Равен нулю И ноль Если Н маленькая Примера Вот Так Давайте Сотрем Вторую задачу Быстренько Так Граничные условия Мы записали Ну Коль мы записали Граничные условия То теперь Надо записать Непосредственно Уравнение На эволюцию Этой системы Напишется Оно просто Значит Давайте Посмотрим Вот у нас Была величина ПН От Т А посмотрим За величиной ПН От Т Плюс ДТ Через ДТ Число частиц В Н Там узле Значит Из Н Того узла Уходит Лямбда На ДТ Умножить На ПН Частиц Вправо Каждая частица Может уйти с вероятностью Лямбда ДТ А соответственно Н частиц Ну То есть то Сколько их находится В Н Там узле Уходит с вероятностью ПН На лямбда ДТ Понятно? То же самое Влево То же самое Влево Это уход С другой стороны Значит Из Н Того Уходит Лямбда ДТ Лямбда ДТ ПН ПН С другой стороны Из Н Из Н Плюс Первого узла По такой же Логике Приходит ПН Плюс Одна Значит Число частиц Равное ПН Плюс Один С вероятностью Лямбда ДТ Лямбда ДТ А с Н Минус Первого ПН Минус Первый Лямбда ДТ Это Приход Ну Соответственно Записываем ДПН По ДТ ДТ я сразу Отправил в левую часть Равняется Лямбда Пришло ПН Плюс Первый Ушло Два ПН Пришло ПН Минус Первый Вот такой Дифур Понятно? Да Вы видели Такой Дифур На лекции Потому что Ну только там Стояла Вторая Производная Моделирующая Фанонов Вот А у нас Первая Производная Снова Система Трансляционная Инвариант Физика Задачи Не зависит От конкретного Номера узла Вся зависимость От узла Лежит В самих Функциях ПН Поэтому Функцию ПН От Т Я Заменю Ее Фурье Аналогом Вот той Самой Кодирующей Ее Периодической Функцией Единица На 2П Интеграл От минус П До П Значит Ф От К Ну и Реализация Вот этой Самой Периодической Функции Зависит От Т Вот вся Вот эта Последовательность ПН Она записана В какой-то Фиксированный Момент Времени В каждый Фиксированный Момент Времени Я могу Ее Разложить По плоским Волнам Закодировать Периодическую Функцию Ну и Соответственно Эта Зависимость От Т Вот здесь Дополнительная Значит Е в степени И КН ДК Так Подставляем Вот эту штуку Вот сюда Значит Производная По Т Действует Только на Ф Запишу Интеграл От минус П до П Ну и Чтобы не писать Здесь полную Производную Я напишу Частную По Т Что им Понятное дело Что здесь Дифференцируется Только Т Дэфф Дэфф Не зависит Не зависит От Н Не зависит от Н От КТ Ну и запишу То, что стоит Под скобками Вот здесь Е в степени ИК Н Плюс Первый Минус Е в степени ИК Н Можно Вынести Ну и Здесь стоит Просто Е в степени ИК Плюс Е в степени Минус ИК Минус 2 Ну а Вот это Вот 2 Косинус К Давайте Состряпаем Единую Функцию Ж От КТ Я просто Из левой Части Вот этого Уравнения Вычету Правое Д От Ф КТ ПДТ Минус Лямбда Ф От КТ Косинус К Двойка Минус 1 Тогда Эта функция Удовлетворяет Соотношению Я просто Подставил Вот это Сюда Я перенес Правую часть В левую И написал Что Интеграл Просто Равен Нулю Если Правую часть Перенести Влево Получится Ровно Эт Но на это Можно смотреть По-другому Что Существует Некоторая Функция Ж От К Я Разложил В ряд Фурье И решил Найти Ее Коэффициенты Фурье Вот это Буквально Выражение Для Коэффициентов Фурье Правильно Функция На Экспонент И Проинтегрировать Правильно И Получилось Что Все Коэффициенты Фурье Равны Нулю Ж Равен Сумма 0 На Е В степени Минус И К Н По Всем Н Тогда Функция Тождественная 0 Правильно Тогда Вот это Равно 0 И Я могу Записать Просто Простой Дифур Дф От К Т По ДТ Равняется Значит 2 Лямбда Ф От К Т К 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 Ф От К Т Единица Минус К К Понятно? Признавайтесь Нет? Непонятно? А что непонятно? Смотрите Вот Есть Выражение Вот с ним Вы согласны? Что есть Функция Ж От К Т Вот такая И для нее Выполняется Соотношение Что Ж От К Т Е Степени К Н Едмитрий Непонятно? Это Уравнение Т Уравнение Т Перенес Влево Вот Здесь Тогда Когда Как раз Стоят Д F Минус Лям Д F От К К К минус к минус 2 правильно это просто записанное уравнение вот все перенес в левую часть а справа оставил 0 получил вот такое торжество на это тождество можно смотреть как на коэффициенты фурье функции же откаты функцию же откаты это тоже периодическая функция f периодическая функция косинус периодическая функция я ее могу разложить в ряд фурье коэффициенты фурье будут даваться именно этим соотношением вот по этой доске правильно вот если была последовательность она же является коэффициентами фурье то коэффициент фурье равны интеграл от функции с экспонентой пределах минус pp и я получил что все коэффициенты фурье функции же от к равны нулю если все коэффициенты фурье равны нулю то никакой экспоненты тут вообще нет никаких экспонентов функция тождественный 0 все члены ряда равны нулю правильно значит функция тождественный 0 раз функция 0 все переравнял получил уравнение значит чтобы проще было думать вот всегда в задачах фурье если система была трансляционной инвариантные вы написали вот такое уравнение интеграл можно мысленно сократить получится ровно то же самое смотрите df по dt df по dt равняется лям df от к ну и вот тут 2 косинус к минус 2 2 косинус к понятно сократили интеграл да понятно что ты спрашиваешь надоел и так вещаешь бог есть сколько так ну а такие-то уравнения мы решать умеем здесь вся да ну вот просто старом семинаре мы так и говорили обычно можно интеграл сократить вот потому что ну казалось бы там при экспоненте стоит какая-то функция всегда получается но и значит функции значит под интегральное выражение равно нулю равно нулю она ровно по этой причине состряпали просто правую часть перенесли в левую посмотрели на полученную функцию она имеет вид коэффициентов фурье некоторой другой функции все коэффициенты фурье равны нулю значит функция сама по себе была тождественной 0 ну а раз функция но это действительно под интегральное выражение должно было быть равным нулю вот рецепт значит ну хорошо а такое-то уравнение мы решать умеем как решать уравнение dx по dt равно а x x переносим влево dt вправо д x на x равно а д т логарифм x минус логарифм x0 равно а т соответственно x равняется c на е в степени а т ну и тут то же самое f переносим сюда и получаем от к т есть некоторая константа c экспонента минус 2 лямбда единица минус косинус к и т т конечно да простите но когда ты равен нулю экспонента равна единице а то соответственно c равно f от к и 0 все f от к т равняется f от к 0 экспонента минус 2 лямбда т единица минус косинус к так а как нам достать f от к 0 ну надо посмотреть на начальные условия так f от к 0 равняется сумма это разложение в ряд фуде fn е в степени минус и к н н в целых числах но но мы же так только у меня f определяла п правильно не f n тут п п от т я степени минус и к н но в начальный момент времени все п н кроме n равного нулю по моему начальному условию были ноль это вы нулевой от нуля ну а экспонента в нуле это единица то есть n большую понятно я вернулся назад задачу фурье я решил все теперь сама функция которой я кодировал последовательность она разлагается в ряд фурье коэффициенты ряда фурье это сама последовательность и в начальный момент времени не нулевым был только нулевой элемент последовательности для которого экспонента равна и там сидела n большую частиц соответственно соответственно f от kt равняется n экспонента минус 2 лямбда t единица минус кощинус к ну а теперь все записываем p на t p на t это разложение по плоским волнам единица на 2п интегра от минус п до п p f от k t e в степени и к n dk равняется так значит ну n остается интеграл от минус пи до пи экспонента минус минус 2 лямбда t единица минус кощинус к плюс и к n dk делить на 2п но если я здесь же заменю к на минус к до к на минус к под интегралом пределы интегрирования те же самые косинус не меняется меняется знак при и к н он станет минус и к н ну и тогда просто по симметрии сложив 2 интеграл с к и минус к и поделив пополам куле не одно и то же я вот это е в степени и к н заменяю на косинус к н понятно ну ладно можно об этом думать так функция f от к т четная экспоненту можно разложить как косинус плюс синус косинус четный синус нечетный нечетный синус на четную f дает 0 поэтому остается только интеграл с косинусом n интеграл от минус пи до пи экспонента минус 2 лямбда t единица минус косинус к косинус к n dk на 2 пи вот общий ответ на задачу опять большое разочарование интеграл фурье вот такой в явном виде не считается он считается только приближенно при асимптотиках лямбда т больших лямбда т маленьких чем вы будете заниматься дома вы еще подумайте когда лямбда т маленький это ничего вам не напоминает а кроме того ну да собственно почему решилась задача еще раз давайте проговорим потому что система была трансляционно инвариантно физика не зависела от узла все это то что касается ряда фурье так давайте буквально минутку скажу пи ведем скалярное произведение функций это интеграл от этих функций просто вторая функция идет с комплексным сопряжением если вы дома посмотрите то что такая операция действительно является скалярным произведением она удовлетворяет свойством линейности и функция сама с собой интеграл ее равен нулю только тогда когда f равна нулю в скобочках почти всюду функции отличающиеся на множестве мера нулю считаются с точки зрения этого скалярного произведения одинаковыми так вот когда я раскладывал ее от фурье я пользовался соотношением интеграл от минус пи до пи е в степени кн дк делить на 2 пи равен либо единице если n равен нулю и ноль если n не равен нулю его уже можно переписать так единица на 2 пи интеграл от минус пи до пи е в степени ик n минус m дк равняется символ кранейкера дельта nm ну а вот это е в степени икн на е в степени минус и м и к м иначе говоря вот это было скалярное произведение е в степени икн е в степени ик м вы посмотрите что это это ж ортонормированный базис в чистом виде правда же это функция это вектор а любая другая функция с м не равным n ортогонально ей в смысле этого скалярного произведения два вектора называются ортогональными если их скалярное произведение 0 вот если n не равно m то это 0 а если n равно m то это единица ортонормированный базис это нормы в смысле этого скалярного произведения тогда на самом деле когда я писал свой ряд фурьер о ужас я раскладывал функцию по ортонормированному базису экспонент я записал что любой вектор x любой вектор x можно разложить партонормированному базису следующим образом это его координаты в базисе надо вектор спроецировать на элемент базису и записать базисный элемент вот так только тут давайте еще поставим dx на 2pi чтобы ну все было престижно вот соответственно на самом деле ряды фурье вы можете дома просто проверить что именно это я и получал вот основной момент здесь в том что надо доказать что система экспонент это действительно базис что это полная система что ее хватает понятно дело что на плоскости тоже есть два перпендикулярных вектора и любой вектор в трехмерном пространстве можно разложить по двум векторам но третьего то может не хватить для описания вот в мотане существует теорема которая гласит что это именно базис эта система полна в так называемом пространстве интегрируемых с квадратом функций на так называемом пространстве l2 вот доказательство этого совершенно выходит за рамки курса и оставшиеся полчаса вообще не имеет никакого смысла вот но вот это то как можно смотреть на ряды фури это ряды разложения функции по системе ортогональных или ортонормированных функций экспонент но в качестве ортонормированных функций в данном случае они выступали на отрезке минус pp а в других задачах ортонормированными функциями могут быть другие в частности ими бывают функции бесселя ортогональные полиномы эрмит или жанра гигенбауру якобы там сферические функции это все вы будете учить в квантовой механике этого будет там очень много но это другой взгляд на ряд фурье ряд фурье это не обязательно разложение по экспонентам вот что я хотел сказать вот этим все про ряд фурье все значит друзья мои я еще раз хочу сказать что приветствуется во первых ваши вопросы тема сложная это понятно ну и все таки как-то там давайте жить дружно там если ваш товарищ ему тяжело но не надо ему давать скатывать но вы ему помогите там намекните что то если я вам рассказал какую-то мысль вы там тоже донесите что вот оказывается можно делать так все значит вернулись периодическую функцию f от t я раскладывал в ряд в степени и омега n t n равный минус бесконечность плюс бесконечность омега n 2pn на t а cn сам по себе определял как единица на 2p интеграл от минус ой что я пишу то т от минус t пополам до t пополам f от t е в степени минус и омега n t до t а теперь финт ушами состоит в том чтобы подставить c вот сюда и получить супер громоздкую формулу f от t функция на периоде t равняется и поехали значит сумма от n равная минус бесконечность плюс бесконечность единица на t значит интеграл от минус t пополам до t пополам я здесь напишу f от t штрих е в степени минус и омега n t штрих dt штрих и внешние экспоненты е в степени и омега n t вспомним следующую штуку что интеграл от любой функции f от x dx это приближенно сумма f от x дельта x и типичным представителем таких таких интегралов являются суммы вида f от а x ой от а n на а ну действительно x n это будет а n ну а x n плюс 1 минус x n и равен а если а устремить к нулю то это выражение ровно такого вида просто ну вот такие вот интегральные суммы именно так вот представьте себе некоторую функцию и как можно ее попытаться приблизить рядом фурье давайте возьмем какой-нибудь период t пополам минус т пополам разложим на кучу гармоник получим ряд фурье ряд фурье как-то будет аппроксимировать нашу функцию ну он будет довольно вкусно выглядеть при большом количестве членов взятых а теперь идея в том что а как приблизить функцию вот здесь вот здесь а период надо просто взять период пошире давайте возьмем период пошире ну тогда вот эти частоты станут меньше t увеличиваем омега n и уменьшаем надо брать больше гармоник и причем меньше частоты хорошо если я хочу теперь внимание приблизить функцию на всей прямой то какой я должен взять период бесконечный да давайте рассмотрим предел период стремится к бесконечности тогда смотрите-ка вот здесь я вводил x n и говорил что это x будет континуальный вот x n или x и переходит в континуальную переменную x если а устремить к нулю но если t стремится к бесконечности то параметр 2п на t это в точности вот это а ну действительно давайте вот здесь вот добавим 2п и поделим на 2п и тогда у меня получается вот такой вот маленький параметр а здесь а n здесь а n тогда сумму я могу заменить на интеграл омега nt превращается в переменную континуальную омега и моя функция f от t когда t стремится t большое стремится к бесконечности период превращается в единица на 2п значит интеграл по периоду период стремится к бесконечности ну все значит заменяем пределы от минус бесконечности до плюс бесконечности ну и сама сумма от минус бесконечности до плюс бесконечности так Так, от минус бесконечности до плюс бесконечности, это сумма, вот это коэффициенты Фурье, коэффициенты. Так, значит, f от t штрих, e в степени, омега перешла в континуальную переменную, минус i омега, t штрих, dt штрих, e в степени, и омега, t, ну и сумма перешла в интеграл, d омега. Переход понятен? Пределы, значит, период стал бесконечным, пределы в коэффициентах Фурье стали бесконечными, а сумму превратили в интеграл. Дифференциал, вот она, вот дельта x, коэффициент а, вот сама функция, вот эти вот две экспоненты, которые зависят от частот омега n. Вот я их заменил на континуальную переменную, вот дифференциал, все. Тогда введем операцию, называемую преобразованием Фурье функции f от t, которая зависит от омега. Иногда пишут вот так, f с крышечкой от омега, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности f от t, e в степени минус i омега t dt. Тогда мы получили тождество, что f от t это единица на 2π, вот это вот, то самое преобразование в Фурье, f от омега, e в степени i омега t, d омега. Ну, с другой стороны, на это можно смотреть, как на преобразование в Фурье, только со знаком омеги обратным, вот, ну и поделенное на 2π. Это единица на 2π преобразование в Фурье уже функции f с крышкой, которая зависела от омеги, по переменной минус t. И получается вот такое смешное тождество. Что оказывается? Если два раза применить преобразование Фурье к любой функции, 2π перетащу сюда и поменяю аргумент t на минус t, то получится та же самая функция с коэффициентом 2π и обратным аргументом. Это называется такое… Господи, из башки вылетело. В общем-то говоря, это то, за что мы любим преобразование Фурье. Мы, смотрите, ведь мы сразу вот в этой формуле… А, это все, это называется формула обращения. Введя преобразование Фурье, довольно много всяких преобразований можно придумать. Важно, чтобы было, можно придумать и обратное. Так вот, обратное придумывается моментально. Это оно же, только со смененным знаком и поделенное на 2π. Все. Если есть преобразование Фурье, то обратное к нему – это просто оно же. Только с некоторым коэффициентом, и оно меняет аргумент на минус аргумент. На самом деле, в литературе бывает так, что здесь ставят единица на корень из 2π и здесь единица на корень из 2π. Как вы можете заметить, это все описывается формулой обращения. Важно только, чтобы квадрат Фурье давал коэффициент 2π. А уж как этот коэффициент 2π распределен между этим интегралом или этим интегралом – неважно. То же самое касается знака в экспоненте. Если я здесь напишу плюс, то в обратном преобразовании Фурье всегда будет минус в экспоненте. Ясно? Все. Это определение интеграла Фурье и преобразование Фурье. Вот оно замечательное. Значит, теперь у преобразования Фурье есть простые алгебраические свойства. Свойство номер один. Если дана функция f от t, давайте вычтем Фурье образ f от t. Тогда запишем f от t, крышечка. Это я буду так писать Фурье образ. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f от t, e в степени минус i омега t dt. Обезразмерим аргумент. Домножим и разделим его на a. Тогда от t равно x. Тогда здесь пририсую a, здесь поделю на a. Здесь пририсую a, здесь поделю на a. Получаю 1 на a. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f от x, e в степени минус i омега на a x dx. Ну а этот-то, товарищ, это преобразование Фурье просто функции f на частоте омега на a. Получили. Ну все, значит, преобразование Фурье f от t равняется единице на a, f от омега на a. Ну а теперь представьте себе, что я беру и а делаю большим. Сейчас, да, значит, давайте так, правильнее скажу. Да, давайте сделаем a большое. А функция f от t пусть менялась на масштабе порядка единиц. Тогда на каком масштабе меняется функция f от t? Порядка каком? Да, если f от t меняется на масштабе порядка единиц, то f от t меняется на масштабе порядка 1 на a. А функция омега делить на a на каком масштабе меняется? Почему a квадрат? Ну на самом деле понятно, что если я омегу изменю в a раз, то функция изменится на величину порядка единиц. Правильно? Исходно f от омега тоже должна была бы меняться на масштабе порядка единиц. Правильно? Вот. А f от омега на a меняется на величине порядка a. А таким образом, ну я напишу это масштаб дельта f, а вот это масштаб дельта f. Тогда дельта f маленькая, но дельта f большое порядка единиц. Это называется соотношение неопределенностей. И его смысл очень простой. Любая очень узкая функция, когда a большое, f от от t становится очень узкой функцией, преобразованием фурье переводится в широкую. Вот. В частности, самым парадоксальным приближением это преобразование фурье дельта функции. Давайте посмотрим, во что переходят дельта функции при преобразовании фурье f от дельта t равняется интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности дельта t e в степени минус e омега t dt равно 1. Значение экспоненты в нуле это 1. Самая узкая в мире функция превратилась в самую широкую неподыхающую никогда функцию. Единицу. Единица не умирает никогда. Вот. Это свойство полезно еще и тем, что можно взять обратное преобразование в фурье, и тогда получается тождество следующего вида. Дельта t равняется интеграл от единицы умножить на e в степени и омега t d омега на 2π от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот это очень важная формула для дельта функции. Вот в квантовой механике это просто постоянный. Ваш житель всегда она с вами там. Дельта функция это просто интеграл от экспонента с единичным крипциям. Так. Следующее свойство. Ну, значит, давайте я только проговорю. Если функция обладает симметриями, например, четные или нечетные, и она еще и вещественна, то интеграл в фурье тоже будет четный или нечетный. Для доказательства сами сделайте, в конспекте будет написано, не переживайте. Экономлю наше же с вами время. Так, теперь. Значит, сейчас, сейчас, друзья мои. Значит, следующее очень важное свойство, ну, это, конечно, преобразование в фурье производной. Михаил Андреевич уже всю тему спалил. Вот, значит, вычислим образ f от f' от t. Ну, по определению. Это интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f' от t, е степени минус и омега t dt. Запишем это по частям. Это f от t, е степени минус и омега t от минус бесконечности до плюс бесконечности. Ой, минус интеграл f от t, е степени минус и омега t, производная dt. Равняется для того, чтобы существовала функция f от омега, равная интеграл минус бесконечности до плюс бесконечности, f от t, е в степени минус и омега t dt, по необходимому свойству. Ой, значит, короче говоря, необходимое условие сходимости такого интеграла состоит в том, чтобы функция на бесконечности обращалась в ноль. То есть f от плюс-минус бесконечности равно нулю. Это как минимум. Поэтому вот это равно нулю. Получаем. Ну, значит, производная экспонента это минус и омега. Минус на минус дает плюс. Получаем и омега, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, f от t, и та же самая экспонента. f равняется и омега, f от омега. Вот это самое крутое свойство преобразования Фурье. Преобразование Фурье производной просто дает алгебраический коэффициент и омега. И это очень важно в дифурах. Сегодня я учил вас решать дифуры, когда дифур жил на отрезке. Ну и функция, соответственно, была периодической. А вот это свойство позволяет решать дифуры, которые определены на всей оси. И алгоритм очень простой. Если у вас есть дифференциальные уравнения, а n, пишу в последний раз сегодня, nt производная f плюс a нулевое f от t, dt равно f от t. Система трансляционная инвариантна. Коэффициенты не зависят от времени. Физика задачи от времени не зависит, уравнения пишутся всегда одинаково. Тогда эта задача решается с помощью преобразования Фурье. Просто применяем к этой задаче интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности e в степени минус и омега t dt. Преобразование Фурье энты производной даст само преобразование Фурье функции f умноженное на и омега в степени n. Правильно? Каждая производная дает множитель и омега. Понятно? Поэтому это будет ам и омега в степени n плюс и так далее. Другие степени многочлены плюс а0. Значит, стандартно на самом деле, вот я много раз писал f с крышкой от омеги, на самом деле всегда есть дуальность. Если пишут t, то преобразование Фурье будет по омеге и назад. Если пишут x, то здесь пишут в качестве преобразования Фурье аргумент либо p, либо k. Это нормальное явление. Поэтому вместо того, чтобы писать f с крышкой от омега, я буду писать тот же самый значок функции f, но аргумент омега. Это означает не то, что функция берется по новой переменной омега, а в том, что это ее Фурье образ. Понятно? Я просто лишних обозначений не ввожу и привыкаю. Это в литературе будет постоянно. Ну а справа стоит Фурье образ φ от омега. Тогда f от омега равно φ от омега на а, n и омега в степени n, плюс и так далее, плюс а0. Находите потом обратное преобразование Фурье. Значит, f от t равно интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, фи от омега, e в степени и омега t, а n, и омега в степени n и так далее, плюс а0, для омега на 2π. Смотрите, как удобно. Любой дифур на оси можно решить. Важное замечание. Этот любой дифур не должен обладать начальными условиями. Его граничными условиями должно быть только одно условие, что f от t на бесконечности становится 0. Вот тогда это полноценное решение. Берете Фурье от обоих частей, сводите уравнение из дифференциального к алгебраическому, за что мы и любим Фурье, а потом вычисляем интеграл. А вот такие интегралы рассказывают, как считать нутей в КП. Вот. По крайней мере, огромную часть из них. Вот. В этом и преимущество, что мы часто умеем решать всякие преобразования в Фурье, и поэтому задачка. Значит, давайте сразу к задачке. Давайте я сотру пару досочек. Ну все, все, друзья. Ну 15 минут, я обещаю, все, клянусь. Последние 5 минуточек. Вот так. Я говорю, вы потом меня, когда будете решать домашку, если что-то непонятно, берете, ставите на Х2, под попкорн, под пепси-колу, не знаю, что душе угодно. Можете перематывать, там, на Х3 ставить. Я вроде медленно рассказываю, но мне так кажется. Ну да. Так, значит, задачка у нас будет такая. Смотрите. Я не буду сейчас выводить никакие уравнения Максвелла, но скажу следующее, что в стандартной модели, если у вас есть некоторая частичка заряда Ку, то ее, ну, она создает вокруг себя электрическое поле, но это будет не совсем закон Кулона. Уравнение на потенциал, который создает эта частичка, имеет следующий вид. Минус Лаплас фи потенциала плюс некоторый коэффициент Ка по квадрату фи равняется 4 пи дельта функции от координат. Вот, собственно, сегодня я устраивал всю эту вот страшную эпопею, чтобы написать хоть один такой дифлурт. Значит, по своему смыслу, дельта функции от R, как я вам сегодня говорил, помните, когда я говорил про функцию Грина, что ее можно воспринимать как потенциал точечного заряда? Вот это ровно он и есть. Если вы запишите уравнение Максвелла, то для Лапласа фи записывается уравнение 4 пиро. Ну, например, так, да. Но, во всяком случае, что я хочу сказать, что уравнение Максвелла на потенциал записывает следующим образом. Минус Лапласиан фи равняется 4 пи на плотность заряда в данной точке. И у единичного заряда плотность это как раз-таки дельта функции. Значит, я сейчас объясню, что здесь как понимать. Оператором Лапласа называется конструкция вида. Сумма вторых частных производных. У нее есть более инвариантное определение. Это дивергенция градиента. Дивергенция градиента. Неважно, просто для общего развития. Второе. Значит, дельта функция многих переменных определяется по тем же соображениям, что и функция одной переменной. Дельта функция от r должна для любой функции f от r с интегралом по всему объему, ну, по всему rn, давать f от 0. Вот это ее определение. Ну, если я задвину на r0, то f от r0. Значит, теперь следующий момент. Ровно так же, как я выводил ряд фурье для функции одной переменной, я могу рассмотреть периодическую функцию по всем трем осям. Напишать для каждой ряд фурье и для каждой, и в каждом случае устремить период к бесконечности. Я получу преобразование фурье многомерной функции. Правильно? еще раз, значит, алгоритм. Ряд фурье в rn, потом t устремляю к бесконечности, получаю интеграл фурье в rn. На самом деле, результатом этой деятельности станет только одно. Преобразование фурье функция переходит в свой фурье образ f от k, k, так называемый, волновой вектор, задается следующим. Это интеграл от r p, rn e в степени и вы догадались, да? Это минус i и по каждой по каждой координате свой собственный k. kx x плюс ky y и так далее. Или иначе эта же конструкция записывается как просто скалярное произведение k на r. Ну и dv в соответствующем пространстве. Иногда пишут dr. Это не надо воспринимать в смысле интегрирования вдоль контура, а просто интегрирование по объему в онмерном пространстве. Все. Это определение интеграла фурье. И ровно так же, как я выводил преобразование фурье производной, вот для каждой частной производной справедливо ровно то же самое, что фурье d по dx f от r чему равно? Как-как? А что омега в данном случае? Если в частной производной по x-у kx, да, и kx f от r. Ну и соответственно то же самое по y, по z и так далее. Все. Применяем преобразование фурье. Фурье. Снова система трансляционная инвариантно, преобразование фурье должно сработать. Значит, каждая вторая производная даст мне и k в квадрате. Значит, здесь стоит минус, скобка, и kx в квадрате плюс и ky в квадрате плюс и kz в квадрате. f от k. Правильно? Правильно. Следующее. Ну, коэффициент k по квадрат ни от чего не зависит, поэтому k по квадрату ой, только я писал здесь f от k, но здесь φ, поэтому это будет у нас φ от k. Вот. Здесь k по квадрату тоже φ от k. Ну, а дельта функция при преобразовании в фурье переходит в единицу. Экспонента в нуле, ну, в любой размерности ноль, равно 4π. Все. Значит, вот это вот все, что это такое? Это минус kx в квадрате минус ky в квадрате минус kz в квадрате это минус k в квадрате. Поэтому я получаю тривиально φ от k вектора равняется 4π на k в квадрате плюс k в квадрате. Задачу в фурье представление я решил. Что я должен сделать теперь, чтобы найти в реальном пространстве? Да, применим обратное преобразование в фурье. У обратного преобразования в фурье f фи от r равняется интеграл по r3 4π на k в квадрате плюс k в квадрате. Ну, давайте напишем dkx dky dkz и смотрите, в одномерии было 2π и каждая размерность добавляла по еще одному коэффициенту 2π, поэтому здесь стоит 2π в кубе. Для n-то размерность, понятно, 2π в степени n. Каждая dk свой 2π. Понятно? Так, и а, да, экспоненту это я лох, прошу прощения, забыл. Ну, и, собственно говоря, теперь наша задача просто посчитать этот интеграл в фурье. Так, и я ничего не забыл. Я забыл, конечно же, заряд q, когда писал потенциал. Если частица имеет заряд q, то надо написать здесь тоже q и здесь q. Все. Вроде ничего не забыл. Значит, 4π на 2π в кубе выносим. 4π на 2π в кубе выносим. Затем интеграл многомерный. Если у нас был некоторый вектор r, давайте перейдем в сферические координаты, а угол θ в этих сферических координатах для переменной k будем откладывать относительно вектора r. Ну, тогда здесь стоит интеграл. Значит, k меняется, модуль k меняется от нуля до бесконечности. dk. Значит, я перейду вниз. Значит, θ меняется от нуля до π. dθ. ну и есть азимутальный угол dφ, который меняется от нуля до 2π. И, конечно, в симметричном случае ничего от этого не зависит. Вспоминаем наше с вами занятие. Нужен еще якобиан при переходе. Якобиан при переходе в сферические координаты. это квадрат модуля расстояния на синус угла отклонения от северного полюса. k квадрат синус θ делить на k квадрат плюс k по квадрат. Ну и не забываем экспоненты. e в степени и k r косинус θ. Так. Ага. Я перейду вам на ту досочку. Поехали. Значит, ну опять интеграл dφ ничего не дал. 4π делить на 2π. Но уже не в кубе, потому что интеграл по dπ дал 2π, и он сократил третью степень, превратил во вторую, в квадрат. Чего-чего? Понял. Значит, интеграл от 0 до бесконечности. Значит, ну я здесь напишу k квадрат на k квадрат плюс k по квадрат dk. Ну вот интересный интеграл от 0 до π dθ синус θ где в степени и k r и k r косинус θ. Ну смотрите, d от синус θ это d от минус косинус θ. Косинус θ я обозначу за t. Тогда вот этот интеграл, если что иное, как интеграл от минус 1 до 1, предел интегрирования правильный за счет минуса, dt e в степени e в степени и k r t. Ну а это легко пишется. Выносим коэффициенты с экспонентой и k r и берем экспоненты в единице и минус единице e в степени и k r минус e в степени минус и k r. Все. Так, значит, смотрите, вот этот вот k я сокращу вот с одной степени у кого-то здесь и получу. Значит, ну 4πq на 2π в квадрате это q делить на π r вот это вот я вынесу сюда, а разность экспонент превращу в 2 и синус равно 2 синус k r и сократилось тут k r. Так, значит, и двойка вот от этого синуса и получаю интеграл нуля до бесконечности k делить на k квадрат плюс k по квадрат синус k r dk. Ну, обезразмерим интеграл k r обозначим за x. Значит, 2q на pr значит, надо домножить на x вот здесь и здесь и поделить соответственно на x квадрат x ой, на r r r и здесь r в квадрате. Тогда я получаю x dx dx sin x делить на x в квадрате плюс k в квадрате r в квадрате. Ну, вот такой интеграл мы с вами дома считали и считали на занятии. Так, от нуля до бесконечности. Я подгляжу шпаргалку. Мы с вами на третьем занятии его считали. Так, 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 так. Да, это π пополам p пополам e в степени минус k pr. Ну, смысла заботиться о модуле нет, потому что r всегда положительное, r это расстояние от начала координат, от того, где сидит частица. Поэтому вот это π пополам сокращает 2 на π, получаем q на r e в степени минус k pr. И, по-моему, Михаил Андреевич вам сегодня писал эту формулу. Эта формула показывает нам следующее. Если r стремится к нулю, то перед нами просто закон кулона обычный. q на r, правильно? Экспоненты роли не играет. Но вот если r большое в сравнении с 1 на k, конечно, то тогда затухание потенциала не 1 на r, а экспоненциальное. На самом деле это означает то, что заряд эффективно экранируется, потому что экспоненты спадают намного быстрее любого полиномиального закона, в том числе 1 на r. Такая же ситуация будет происходить в плазме. Заряд будет окружаться потоком других свободных зарядов. Фуф. Так, вот по этой задаче вопросы есть? Еще бы какие вопросы, да? Ну, вроде все понятно. Мы с вами перешли в представление Фурье. В представлении Фурье получили алгебраическое уравнение. Алгебраическое уравнение легко решили. Перешли в обратное Фурье, посчитали интеграл, нашли ответ. Собственно, в вашей домашке ваша задача будет в том, часто, чтобы найти интеграл Фурье. Это нужно делать точно, и поэтому привлекайте ваши знания с третьего семинара. Чаще всего надо дифференцировать по параметру. Если вопросов нет, то по конкретному содержанию семинара я закончил, но поскольку это часто вызывает вопросы, я могу привести примеры двух вычислений несложных интегралов Фурье вот прям здесь. Если это нужно, я это сделаю, если вы хотите отдыхать, я вас отпускаю. Сделать. Хорошо. Давайте сотрем лишнее. Кстати, говорю, ну ладно, стер уже. Без разницы. Болтун я, болтун. я знаю. Я всегда это знал. Так, значит, на самом деле давайте я начну сразу со сложного, из которого, скорее всего, сгорит у всех, потому что никто не понимает, как это считать обычно. Ай! Можно не зап... Я все равно трансляции, значит, смотрите. Представьте себе, что вас заставили посчитать интеграл вида синус x на x e в степени минус и омега x dx в бесконечных пределах. Вот что делать? Вот. Значит, если дифференцировать... Можно дифференцировать по параметру, снова ввести какую-нибудь затухающую экспоненту. Значит, есть и другой регулярный метод, которым это можно делать. Смотрите, какой. Значит, синус можно представить в виде разности экспонентов. Значит, это e в степени и x минус e в степени минус и x на 2 и x e в степени минус и омега x. Вот, казалось бы, очень бы хотелось научиться считать интеграл вида e в степени и x омега делить на x dx и все, задача решена. Но, к большому сожалению, вот такого интеграла нет. Потому что его можно разложить по синусу и косинусу. Это косинус омега x плюс e синус омега x на x dx от минус бесконечности до плюс бесконечности. Ну и такой интеграл плохой, потому что косинус в нуле единица, а x в нуле ноль. Интеграл расходится. Но это лечится. А лечится тем, что можно писать вместо интеграла так называемый интеграл в смысле главного значения. На самом деле все сегодняшние интегралы писались не просто в несобственном смысле, а в смысле главного значения. В смысле главного значения это означает следующее, что интеграл от минус бесконечности до бесконечности это предел при l стремиться к бесконечности интеграл от минус l до l. Существенно тут то, что к концам мы стремимся симметрично Можно с разной скоростью, например, от минус L до L квадрат Если интеграл бы расходился на верхнем или нижнем пределе, то это бы роляло А так это на самом деле здорово Но на самом деле есть у него обобщение другое Пусть у вас есть некоторый интеграл в пределах от A до B Но который в некоторой точке C испытывает некоторую особенность Интегралом в смысле главного значения V, P, Value Principle от A до B Называется интеграл вида предел при эпсилон стремится к нулю Интеграл от A до C минус эпсилон То есть интеграл от C плюс эпсилон до B То есть около точки C вы выкалываете область размером 2 эпсилон Симметрично Все Существенно то, что если существует обычный интеграл То интеграл в смысле главного значения с ним совпадает Но если не существует обычного интеграла То на самом деле интеграл в смысле главного значения может быть И это касается вот этого товарища Потому что вот если написать Value Principle сюда Какая тут особая точка? Ноль Правильно? Но около нуля функция косинус омега x на x нечетная Раз я в ноль непосредственно не захожу То интеграл косинус омега x на x просто даст нулевой вклад Правильно? Интеграл от нечетной функции в симметричных пределах это ноль Я вырезал точку ноль симметрично Все нормально Поэтому это просто и интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Синус омега x на x dx И здесь уже значок Value Principle не нужен Потому что вот этот интеграл в нуле определен Собственно основная идея вот вычисления интегралов вот такого вида Это сводить их вот к таким экспонентам Вот Поэтому Исходно наш вот этот интеграл никаких особенностей не имел Ну точнее x равное нулю исследуйте Это устранимая особенность Все нормально Поэтому смело можно приписывать значок Value Principle к этому интегралу Этот интеграл равен себе же в смысле главного значения В смысле обхода особенностей симметричных Тогда Ну давайте напишу на следующей доске Единица на 2i Value Principle Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности E в степени Давайте значит И 1 минус омега x делить на x Минус Е в степени и Минус 1 минус омега x делить на x Так тоже Ну да dx Так А ну я собственно зачем я это сделал Я хотел разделить интегралы правильно Минус в или принципу От минус бесконечности до плюс бесконечности dx dx Все Разделили два интеграла Значит Вот этот интеграл я считать умею Помните это интеграл Дерихле Это и Значит интеграл от нуля до бесконечности это π пополам А от минус бесконечности до бесконечности это просто π Ну и надо не забыть обязательно Что здесь омега меняется Сигнум омеги Интеграл от нечетной функции Должен дать нечетный ответ Вот пожалуйста Поэтому Я вот такой хитрый Пишу Едницы на двои Так значит π выношу Сигнум Так еще ишка Сигнум 1 минус омега Минус сигнум Минус 1 минус омега Так Сигнум функция нечетная Поэтому знаки можно поменять И сократиться Получается π на 2 Сигнум 1 плюс омега Минус сигнум омега минус 1 Все Давайте На самом деле уже получился ответ Все он готов Осталось только начертить график Если Ну у нас здесь Очередно Две выделенные точки Интересные 1 минус 1 Если все больше единицы То Сигнум 1 плюс омега Положительный И равен единице А сигнум омега Минус 1 Тоже равен единице И они сокращают друг друга Это 0 То же самое Когда все меньше Минус единиц А вот когда Они в области От минус 1 до 1 Вот этот Сигнум 1 А вот этот Минус 1 Поэтому получается Двойка Двойку умножить на π Это π Вот пожалуйста Просто вот такая вот Такой вот столбик Преобразование фурии Вот такой штуки Это столбик Значит и зачем я это рассказал Значит у вас в задании Будет необходимость Вычислить Интеграл Синус квадрат x Делить на x квадрат Чтобы этого товарища побороть Е в степени Минус Там Икx dx Пайр По оси Значит Мой вам совет Сведите его Вот к этой ситуации Дригонометрическая функция Делится на первую степень x Как свести Первое Можно продифференцировать По параметру k Раз Это убьет Одну степень x А второе Потом синусы Разложить по экспонентам И для каждого Применить вот этот трюк Понятно И это вообще На самом деле Чуть ли не общий алгоритм Как это можно делать Значит Вот С помощью этого Решается домашняя задача Там есть и более Там есть второе выражение Вот там Подключите Свою интуицию В логике того Что такое Преобразование Фурье Производный И производное Преобразование Фурье Так Это по поводу Первого интеграла Значит Еще один интеграл Который поставит Вас всех ступор Скорее всего Значит Из-за того Что я сегодня Ввел дельта-функцию Привыкайте к тому Что ваш ответ На интеграл Фурье Может содержать Бесконечные величины Такие как дельта-функции Поэтому Давайте посмотрим На интеграл Вида Косинус Ах Е в степени Минус И омега Идус Мое вам предложение А разложите-ка вы Эту штуку По экспоненту Это одна Вторая Интеграл От минус Бесконечные Значит Во-первых Я сразу вам скажу Этот интеграл Ни в каком смысле Не сходится Но Благодаря Сегодняшнему занятию Вот вы можете Дать на него Все равно Ответ Выходя за рамки Математического Анализа То что я сейчас Пишу с точки зрения Обычного матана Ни в каком смысле Некорректно Это можно обосновать Только с помощью Теории обобщенных функций И соответственно Преобразование Фурье обобщенных функций Это сложнее Значит Е в степени ИАХ То есть Е в степени Минус ИАХ Е в степени Минус ИОМЕГАХ ДХ Собираем экспоненты Значит Это одна Вторая Первый интеграл Ну я уже Без зазрения Совести интегралы Буду разделять Я вот такой Нехороший человек Е в степени ИАМЕГАХ ДХ Плюс одна Вторая Интеграл От минус бесконечности До плюс бесконечности Е в степени И минус А Минус ОМЕГАХ ДХ А теперь Внимание Зайц О Вот он ответ Вот он Дельта функция Это интеграл От экспонента В чистом виде Вот Ну если я Т сдвигаю То и аргумент Дельта функции Очевидно сдвигается Поэтому Вот это Ничто иное Значит Ну здесь Для приличия Надо бы поделить На 2П И намножить На 2П Чтобы получить То самое Это самое 2П Равняется П Значит Вот это Дельта функция От А Минус ОМЕГА Плюс Дельта функция Ну Минус А Минус ОМЕГА Но дельта функция Четная Поэтому это А Плюс ОМЕГА Вот еще Один интеграл С помощью него Вы также можете Решить Например Вот этот пример Наоборот Ну Продифференцировав Вот это выражение Вот это выражение По ОМЕГА Вы получите Интеграл От синуса С экспонент И получите Дельта функции Но потом Коль вы продифференцировали Надо проинтегрировать А что у нас Первообразные экспоненты Дельта функции Тета функция Помните Ступенька Вот нарисованная здесь Это просто разность Двух ступенек Они смотрели В две стороны Разные Понимаете Одна ступенька Смотрела сюда А другая сюда И они друг друга Вот здесь зарезали А здесь нет Так Фуууу Значит Еще наверное Какой-нибудь интеграл Надо показать Да А? Интеграл не сходится Функция Вообще не сходится Никак Она не стремится К нулю даже На бесконечности Так что Необходимый признак Сходимости интеграла Не выполнен никак А? Ну Условно говоря В данном случае Подключайте Значит Как включить институцию Вспоминайте Какие есть хорошие Свойства Вот хорошими Свойствами Мы во-первых Мы их выделяем В рамочку Во-вторых Это свойства Они обладают Красотой Универсальной Вот например Дифференцирование По параметру Это такая Классная штука Что ее можно Заносить Под интеграл То собственно говоря Почти Вы очень редко Встретите Конструкции Где люди Реально будут Проверять Можно ли Вносить Дифференцирование Туда Если нельзя Это значит Задача скорее всего Бессмысленная А не Дифференцирование По параметру Ерунда Как говорится Это не задача Плохо определена А вы плохо Определены Это шутка Я ни на кого Не нападаю Так Значит Фурье Гаусса Последнее Что я хочу Сказать Минус Ах квадрат Минус И Омега Х Дх Значит Да Михаил Андреевич Вам сказал Что делается Это просто Выделяется Полный квадрат Значит Интеграл От минус Бесконечности До плюс Бесконечности Е в степени Минус А Значит Х квадрат Давайте Значит Запишем Плюс И Омега На А Значит Я домножу На двойку И поделю На двойку Х Ну и Надо Прибавить Штуку в квадрате И Отбавить Штуку в квадрате Значит И Омега На 2 А в квадрате Это Минус Омега В квадрате На 4 А в квадрате И Отбавить То есть Прибавить Омега В квадрате На 4 А в квадрате Д Х Равняется И вот здесь Ну вот это вот Значит Обозначается Х Плюс И Омега На 2 А В квадрате Ну и как вы догадываетесь Делается замена переменных Х плюс И омега На 2 А заменяется На новую переменную Х И пишется Интеграл Минус А Х Квадрат Е В степени Омега В квадрате На 4 А В квадрате Д Х Ну и что у нас тут Получается Корень Из Пи На А Да Е Степени Омега В квадрате На 4 А В квадрате Значит Я проделал Ту выкладку Которую Не очень хотел Проделать Михаил Андреевич И собственно Что я тут Хотел сказать Не смущайтесь Того Что аргумент Сместился В комплексной Плоскости Это все равно Легально Доказать формулу Можно строже Для этого Нужно привлечь Тоже Дифференцирование По параметру Вот Похитрить Но на самом деле Это связано С тем Что Экспоненты Это комплексно Дифференцируемые Функции Если интегрировать Комплексно Дифференцируемую Функцию Вдоль контура Ну мы с вами Обсуждали Что такое Контурные Интегралы Это интегралы Вида F От Z DZ И вот Эта вот Кривая Заметает С собой Односвязную Область То есть Эту область Можно стянуть В точку Любая окружность Это односвязная Область Квадратик Односвязный Короче это область без дырок Дырок быть не должно Внутри То интеграл От комплексно Дифференцируемой Функции По такому контуру Равен нулю Вот в частности Для экспоненты Чтобы доказать Что вот эта Замена переменных Корректна Достаточно посмотреть Вот эта Мнимая ось Вот эта Действительная ось Когда вы берете Гауссов интеграл Вы идете По действительной Оси А когда вы Его смещаете Вы рассматриваете Интеграл Как бы смещенный На Мнимый Вектор Вот достаточно Рассмотреть Контур Идущий Вот так Идущий Вдоль Действительной Оси Вот здесь Пошедший Вверх Здесь Пошедший Вниз Ну и здесь Идущий Вот сюда Естественно Если вот эти Точки Расположить Далеко То они Никакого Вклада Не дадут Экспонента Там Затухнет Ну а тогда Вот по этому Свойству Что интеграл Ноль Интеграл Вдоль Такого Контура Просто Будет равен Интеграл Вдоль Такого Контура Понятно Но это Я понимаю Что вот Это совсем Скомпоновано Но Возьмите потом Как-то так Посидите Осознайте В общем Я говорю Что не смущайтесь Двига в этом смысле В комплексную плоскость Хуже поворот Вот Поворот Это тяжелее Вот если бы я Давно Скажем А был бы комплексный И я скажем Поделил бы там Ну на корень И за То тогда у меня бы Изменилось направление Хода Вот этого Моего контура И вот тогда Интеграл другой Хотя по-прежнему Можно прибавить Дуги И доказать Что они должны Совпадать Тем не менее Там надо следить За знаком Куда можно Менять контур В ту или иную сторону Так Значит Еще раз говорю Домашние Интегралы Фурье Решаем С помощью Третьего семинара Если нужно Доказать Какое-то тождество Не гнушаемся Пользоваться Дельта функцией Если вы видите Где-то интеграл Чисто от экспонента То это Дельта функция А дельта функцию Очень приятно Вставлять в любое уравнение Она просто Замечательная Интеграл От нее всегда Берется только В одной точке Вот Затем Если система Трансляционный Инвариант В любом случае Переходите в фурье Это решеточные функции Это периодические функции Это функции на оси Все трансляционный вариант Но переходите в фурье Ой По любым вопросам Обращайтесь ко мне К своему проверяющему Помогаете товарищам Читаете конспект Как вы хотите Их будет Штуки три И еще Посмотрим И вот после семинара Сегодняшнего Можете постараться Еще раз посмотреть лекцию Я думаю Вам все станет понятнее И пазл сложится Потому что Я к сожалению Успел разобрать На семинаре Наоборот Только самые простые вещи Но углубиться в теорию А Михаил Андреевич Наоборот Разобрать вещи посложнее И задач побольше Но чуть меньше углублялся В эту самую теорию Микс семинара и лекции Должен дать вам Какое-то более-менее Среднее понимание Того, что происходит Всем спасибо Отдыхайте Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok